Итак, господа, приветствую всех, кто сейчас со мной. 15.00 по московскому времени, и мы начинаем, я начинаю эфир открытый, который обещала провести. Сегодня я буду с вами тет-а-тет, один на один. Так, давайте посмотрим, вроде всё работает, техника настроена. Надеюсь, вам меня хорошо видно, хорошо слышно. Если кто-то сейчас есть... О, отлично, Татьяна, спасибо вам огромное. Всё прекрасно, всё отлично, спасибо, вижу реакцию, значит, я в эфире, значит, меня видно, слышно. Тогда продолжим разговор. Сегодня по просьбам трудящихся, учащихся, рисующих, я ещё раз расскажу про возможность, о которой, скорее всего, многие не подозревают. Возможность, которая доступна и художнику-самоучке, то есть человек, который не закончил образование, специализированное художественное в УЗИ, но при этом может претендовать на статус профессионального художника. Прежде чем погрузимся в пучин этих важных вопросов, скажу, что попробую не затягивать, сильно вас не задерживать. Часик-полтора мы поболкаем на эту тему. Я очень призываю вас задавать вопросы в чате. У меня рядом специально открыт другой компьютер, чтобы я всё видела. Также с нами будет сегодня модератор в чате тоже присутствует. Так что задавайте вопросы. Этот эфир специально сделан для того, чтобы закрыть какие-то вопросы, которые, возможно, у вас есть. Все вот эти неопределённости, непонятные моменты, а подходит ли это вам. Вот сегодня тот самый день, когда вы получите много информации от меня и можете прямо в реальном времени вопрос-ответ задавать, ответ получать. Задержки, я надеюсь, не будет, но это зависит от качества интернет-соединения каждого из нас. То есть пока я вам буду рассказывать, что сегодня будет и что вообще, что это вам даст лично вам. О, Елена, здрасте. Здрасте. Приятно вас всех видеть в чате. Спасибо большое. Напишите мне, вот из тех, кто у меня сейчас присутствует, чтобы я понимала, насколько у нас здесь такая уже компания собралась проверенная. Сколько лет вы пишете картины? Ну или не лет, месяцев, чтобы мы понимали, с кем мы будем иметь дело. Так, первый вопросик вижу. Скажите, здесь речь идет о Союзе художников только для России. Нет, Елена, хорошая новость в том, что Союз, о котором сейчас я веду речь, по своему уставу решил принимать и иностранных граждан. Так что не только для тех, у кого российское гражданство будет интересен этот эфир, возможности есть у всех, у кого есть желание. И еще кое-что, что именно нужно для поступления, я сегодня буду рассказывать. Буду делиться историей о том, как я сама это сделала. Буду показывать примеры учеников, которые это сделали. Зачем все это? Это не за тем, что мне захотелось похвастаться. Я вас такая выдернула в субботу на пару часов, да, рассказать о себе. А для того, чтобы вдохновить вас. Вот самая главная цель сегодня у меня, на самом деле, это вдохновить вас, дать какой-то такой импульс, заряд и показать, что все возможно, что возможно получить те возможности, о которых вы и не подозревали. И они могут открыть вам мир чуть шире. Они могут открыть вам такие двери, о которых вы не подозревали. Потому что сейчас мы живем вообще, не хочу говорить о политике, конечно, не хочу, но невозможно некоторые вещи игнорировать. Мы сейчас живем в такое время, когда много очень стрессовых факторов вообще. Мы сегодня, наверное, об этом поговорим еще. И как бы хочется немножко отвлечься, хочется себе помочь. И поэтому вот решила в субботу внеурочно провести такой эфир, чтобы вдохновить вас как-то развлечь отчасти. И, может быть, подать такую новую идею. Новую идею, куда можно развиться, чтобы получить удовольствие. И не только удовольствие, но еще и реальные бонусы. Так, кстати, по поводу бонусов. Еще сегодня расскажу прямо на слайдах, покажу наглядно, какие же льготы, вообще ради чего все это делается, какие льготы предусмотрены для официального творческого деятеля на территории Российской Федерации. Ну, а для тех, кто меня, возможно, еще не знает или знает не так хорошо, как хотелось бы, давайте я быстренько пробегусь по слайду о себе. Итак, я Виктория Матвеева. Многие из вас знают меня как арт-менеджера Надежды Ильиной. Уже много лет, вообще десятый год. Время-то летит катастрофически. Мы ведем вместе мастер-классы, живые, онлайн-вебинары. Мы работаем, сотрудничаем. И благодаря этому, благодаря тому, что 10 лет я уже погружена в мир живописи и знаю его со всех сторон, и как организатор, как менеджер, и как художник, потому что рядом с Надеждой невозможно было не начать писать, я начала писать. Прошла сама путь от ученика, любителя, художника-самоучки, до вот вступив в профессиональный союз художников, я подтвердила свой статус, получила рейтинг. И теперь могу сказать, что я прошла этот путь от художника-самоучки до профессионального художника со статусом, с корочкой, со всеми нужными документами. И хочу показать, как пройти этот путь можно вам. Намного проще и быстрее, чем это делала я, потому что я свои шишки уже набила, выводы сделала и готова поделиться опытом. Помимо того, что я маркетолог-менеджер и художник по состоянию души, я ещё и психолог. Второе моё высшее образование психологическое, и сейчас тоже я учусь в Восточноевропейском институте психоанализа на повышение квалификации, как психолог-консультант. Поэтому, возможно, сегодня будет иногда меня кренить в лирику, уходить буду в психологическую сторону вопроса. Почему? Потому что за эти года, пока я в живописи была, общалась с художниками и общалась с учениками, которые пришли к художникам перенимать опыт, я увидела, насколько художники — это всё-таки необычные люди. Тонкая душевная организация, об этом тоже сегодня поговорим. И насколько есть выраженный терапевтический эффект у живописи. Люди, которые занимаются живописью, — это необычные люди. И вот всем тем, кто сейчас смотрит, я хочу сказать большое спасибо вам за то, что вы в свою жизнь пустили живопись. Это совсем лирическое отступление, но я верю, что если больше людей будут счастливы, если больше людей будут удовлетворены, будут реализованы в том, что им нравится, мир станет намного более светлым вообще и в целом добрым местом. И вот найти взрослому человеку, да, я так подозреваю, что большинство, кто сейчас со мной — это женщины, но если вы есть мужчины, я буду рада видеть вас в чате. Но для современной взрослой женщины, которая просто, как Юрий Цезарь, ролями жонглирует, и всё нужно сделать хорошо, всё нужно сделать на пятёрку, быть эффективной, быть хорошей и для себя, и для других, очень тяжело найти время на себя. И это очень частая история, что кто-то может прийти вообще в живопис ток уже на пенсии, когда может себе позволить хоть как-то выделить временной и финансовый ресурс, кто-то совмещает это с работой, с основной, с материнством. И часто я слышу эти истории о том, что если мама дома, то как бы жена дома, то что же она рисует? Ты же не занята, ты же дома. Поэтому тяжело найти время на живопись. И спасибо вам большое, что вы находите это время, и в том числе спасибо большое, что вы нашли время на сегодняшний эфир. Мне очень приятно вас здесь видеть и общаться. Ещё раз моя цель сегодня — вдохновение в первую очередь, и всё-таки хочется вас как-то, знаете, порадовать, потому что много чего не радует из-за информационного поля последние дни. А мне хочется вас порадовать, хочется оставить и политику тоже за скобками, потому что искусство, оно испокон веку, в общем-то, стремится к тому, чтобы быть аполитичным. Живопись — это чистое созидание. И это я же как психолог могу сказать, что нужно использовать себе эту силу во благо. Очень часто люди приходят в живопись, когда у них тяжёлый период жизни, или когда им чего-то не хватает, и они прямо ощущают внутреннюю вот эту вот тягу. И они, эти люди, придя в живопись, находят какое-то утешение, успокоение, ну, вот это нервное напряжение, оно снижается. И вот в этом большая, большая сила живописи. И самое приятное, что я посмотрела статистику, залезла на сайт ТАСС, Москва, всё официально, собирали статистику год назад о том, что каждый пятый россиянин умудряется зарабатывать своим хобби. Меня вот это вот очень порадовало, потому что, конечно, я сегодня буду много говорить о психологии, буду говорить о такой вот, знаете, эфемерной стороне, да, потому что многое нельзя потрогать, например, внутреннее самоощущение, там, да, внутреннее ощущение по жизни, его нельзя потрогать, но ты с ним живёшь, и это самое важное, что у тебя есть на самом деле. Но и на материальную сторону, так как мы материальные существа, но живём мы в материальном мире, я не могу не обратить внимания. И, конечно, невольно, и получение официального статуса художника, оно тоже ведёт вас в сторону реализации, потому что вы становитесь как профессионал уже, и вы уже имеете право претендовать на оплату своего труда, более достойную, более уверенно о себе заявляете. И поэтому, конечно, в том числе мы будем вести сегодня разговор и про реализацию, самую, что ни на есть, реальную реализацию вашего творчества, потому что это больной вопрос для многих, для всех из нас, как продавать свои работы, как зарабатывать на этом, как вообще, как. Так вот, хорошая новость в том, что каждый пятый россиянин, если рассчитаться на первый, второй, третий, четвёртый, пятый, смог зарабатывать на хобби, это подтверждает официальная статистика, и 59% из этих людей, которые смогли зарабатывать, это представители направления искусства. И вот это вот отличная новость для нас. Так что все, кто сегодня здесь, знайте, вы занимаетесь правильным делом. Правильным путём идём, товарищи. Так, обращу внимание на чат. Так, пишу лет пять, правда, с перерывами. Недавно поняла, что мастерство очень сильно выросло, а я всё ещё не воспринимаю себя всерьёз. Анна, это настолько распространённая ситуация. Спасибо большое, что поделились. Я сегодня тоже буду говорить про это, про эффект трансформации. И вот трансформация внутреннего ощущения, она идёт постепенно. И даже когда у вас будет уже, понимаете, удостоверение, где чёрным по белому всё написано, и рейтинг у вас высокий, и похвалили вас все вообще, кто мог похвалить, очень часто должно внутреннее состояние до этого момента дорасти как будто бы. Знаете, вот есть такая вещь, как… Жёсткое сравнение, конечно, но есть такая вещь, как фантомные боли. Описано это в литературе, да, и физиологи подтверждают, что бывает даже, когда у человека ампутируют конечность, он ещё какое-то время чувствует ощущение в ней, да, он даже может болеть. И вот я просто для себя это сравнение нашла таким очень наглядным, когда я сама проходила этот статус, ну, вот этот статус, я его там, да, и я шла к нему очень долго, тоже сейчас расскажу. И вот я начала ждать этот статус, мне пришло письмо, меня приняли в союз, и в итоге мне ещё потребовалось, не знаю, ну вот на самом-то деле, две недели это такие критичные были, потом ещё несколько месяцев, чтобы до меня дошёл этот эффект. Потому что вот есть какое-то рудиментарное на что-то в голове, нейронные связи, они тоже же строятся не сразу, им нужно время. Когда ты, вот ты всё уже имеешь, вот материально ты всё имеешь, у тебя есть статус, у тебя есть продажи картин, у тебя есть выставки, у тебя есть знакомые, которые тебя любят, хвалят, у тебя есть признание, да, тёплого круга, ближнего, и даже не незнакомые люди, надо заказывать у тебя картины, а внутреннего ощущения, что ты художник, что ты имеешь право, его нет. И вот это на самом деле то, что нужно прорабатывать, потому что всё в итоге упирается именно в самоощущение. Интересно послушать историю. Спасибо большое, Анна. Я сегодня вкратце её расскажу, если я прям долго буду рассказывать, знаете, мы с вами до вечера не уложимся. Но я сегодня, да, пройдусь по основным моментам. О, Оксана, здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Так, именно сегодня мне тоже очень приятно быть с вами. Так, два года, один год, около пяти, четвёртый месяц, меньше года. Так, значит, у нас разношерстная у нас компания, и это прекрасно. И это прекрасно. Почему прекрасно? Потому что хочу сегодня, и я надеюсь, у меня получится показать это и живыми примерами учеников, что время вообще вещь относительная. Да, кто-то знает, ну, мы все знаем, что, например, возраст, да, по паспорту и по внутреннему ощущению, вообще разные вещи. И то же самое в живописи. Кто-то может писать 10 лет, но писать такими темпами или писать с большими перерывами и достичь, ну, как бы, такого же уровня, там, грубо говоря, мастерства и самоощущения, как человек, который начал писать год назад, но он за этот год сделал такой рывок, и он дорвался, наконец, да, и он не может остановиться, и он пишет, 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 он такой голодный до этого всего, до знаний, до навыков, до практики. И на самом-то деле, поэтому я видела такие примеры, я знаю такие примеры, я, ну, я, так как я сама делаю презентации для некоторых учеников на своем курсе, которые берут такой вариант участия, я очень много вижу работ и очень много вижу именно реального творческого пути обучения, да, когда мы составляем там слайды, как бы, что, где учились, что делали, как дошли до жизни такой, сколько лет пишете. Я удивилась, когда заметила, насколько разная бывает ситуация, то есть один человек реально пишет 8 месяцев, и я ему делаю шикарную презентацию, там много картин, он столько всего уже успел, там и в выставках поучаствовал, а кто-то пишет 5 лет, и ему все никак не струнутся, не сдвинутся с какой-то там мертвой точки. Вот эта вот буксовка, пробуксовка, это очень тоже тонкий момент, и недаром я этот слайд сделала, я его когда хотела сделать, долго искала картинку, и мне вот это очень понравилось, потому что человек творческий, это такая тонкая душевная организация, иногда мы прям чувствуем, как все рассыпается. Вот ты его тыкаешься, например, в какой-то стеклянный потолок свой, и у тебя силы уходят, у тебя желание уходит, и ты вроде хочешь двигаться дальше, но ты понимаешь, что надо двигаться дальше, надо что-то делать вообще, в этом мире постоянно нужно что-то делать, нельзя стоять на месте, да. Приходится что-то делать, но у тебя как будто бы нет сил, или нет желания, или ты не видишь цели, и в итоге ты сам себя еще начинаешь за это ругать, и еще больше у себя последнюю энергию отбираешь. Поэтому не могу не говорить про психологию. Люди как бы творческие, они очень тонко чувствуют, очень тонко они чувствуют, и из-за этого они, знаете, как бывает, сейчас, знаете, хочу включить, наверное, камеру большую, да, хочу с вами лицом к лицу пообщаться, пару слов и вернусь к презентации. Человек творческий, вот, он настолько тонко чувствует, что это иногда ему идет во вред, то есть это очень сильная сторона. Вот барышни, да, которые сейчас со мной здесь, наверное, вы можете подтвердить, если хотите, даже если есть возможность, пишите в чате, буду рада видеть, у кого так, что из-за того, что ты тонко воспринимаешься, то есть человек творческий, что он должен увидеть красоту, чтобы эту красоту реализовать на холсте, да, чтобы показать там вот что-то такое особенное свое. Иногда хочется выписать настроение. И ты как натянутая струна. Ты ходишь и прямо вот славливаешь всю эту вот энергию. Человек может идти на работу и увидеть какой-нибудь, знаете, розовые рефлексы там восходящего солнца. Большинство людей там в 7 утра, когда они спешат куда-то там Димитроник, какие там рефлексы, какое там солнце, мама дорогая, они вообще ничего не видят. А художник – это человек, который увидит, а потом еще напишет, а потом еще будет в обед думать, интересно, как это смешать? Наверное, Кадми красный, Кадми желтый, капелька белил, и вот, наверное, еще похолодить надо. Вот это вот, это художник. Это очень творческие, чувствительные люди. И, знаете, приведу пример, вот тоже из психологии про отношения, когда человек ставит блок на свои эмоции. И, например, расстался с любимым человеком. Часто такое бывает, это такое более обывательское название, но известное, да, замороженные люди, замороженные эмоции. И бывает так, что человек расстался, и ему было очень больно. И это нормально. Когда нам больно, нам неприятно. Мы хотим от этого закрыться. И желательно навсегда, чтобы мне так плохо больше не было. И в итоге человек ставит блок, такой себе неосознанный, как заглушку на чувства, как бы на негативные. Но нельзя, это канал с двухсторонним движением, нельзя заблокировать только негатив, а оставить только позитив. Ну, по-настоящему так не получится. И поэтому человек, получается, он ставит заглушку на негатив, ему так больше не больно, он так глубоко в себя не пускает. эмоции, но чувства, да? Но он и на позитив, получается, ставит заглушку. Потому что, ну, как бы, он не глубоко чувствует, ни то, ни другое. Так вот, тонко чувствующий человек, что имеется в виду, когда говорят, что художника, да, каждый может обидеть? Это человек, который вообще, по своему психотипу даже, возможно, остро воспринимает мир. Он, как бы, да, он вот как антенна, он принимает эти сигналы, он себе их переваривает, он думает, ему нужно вот выплеснуть это. И получается так, что за это он расплачивается. Тем, что ловит, то он не только красоту, он ловит вообще все окружающее. И поэтому, о, как приятно, как приятно. Спасибо большое за чат, да, вижу, что это откликается. Тогда давайте сейчас проговорим. По технической стороне успеем мы пробежаться, все я вам расскажу. Проговорим о важном, потому что вот и Елена там писала, как же, как же, как же от политики-то, да, от негатива-то как абстрагироваться. И вот получается, что сейчас у нас такая ситуация, что люди тонко чувствующие, творческие, да, они помещаются в такую среду, где из каждого утюга на тебя льется тонна негатива. И попробуй в это время еще сохранить свой нервный, душевный баланс. И вот тут я скажу, что у вас есть волшебный инструмент. У вас рядом лежат кисти, краски, и вы можете рисовать свои миры. Как психолог заявлю сразу, да, что вытеснение и отрицание полностью – это не метод. То есть если мы негатив отрицаем, не видим, ничего не знаю, я в домике, я маленькая, это вообще все не для меня, это как бы ложный путь, потому что вы это все просто дальше запихаете, как хлам под кровать, но он никуда не денется. И потом это все, не дай бог, вылезет еще какой-то психосоматикой. Но я говорю именно про отреагирование. Вот нервничайте, например, что-то вас расстраивает. Идите вырисуйте свое настроение. Пишите, не скрывайте, не отрицайте. Вы можете вообще не отрицать. Я вот, это вообще уже не по теме эфира, но хочу вам честно пожелать, никогда не отрицайте свои эмоции. Не бывает плохих эмоций. Злитесь, так злитесь. Грустите, так грустите. Дайте себе время. Хочется полениться – поленитесь. Просто прислушивайтесь к себе, позаботьтесь о себе. Вот это то, что мне очень хочется посоветовать всем творческим людям. Да, потому что сегодня я общаюсь именно с вами. И сама считаюсь творческим человеком. И я знаю, насколько это тяжело иногда соответствовать каким-то идеальным представлениям. Причем идеальным представлением самой себе о себе. То есть сама себе придумала, сама им не соответствую, сама себя ругаю. Вот, господа художники, госпожи, пожалуйста, любите себя, берегите себя, хольте или лейте себя, вкладывайте в себя силы и ресурсы. И вот то, что вы сейчас здесь, это прям бальзам мне на душу. Я вижу, что вы нашли время, вы нашли эти силы прийти и вложить это. Вот сейчас вы здесь именно для себя. И то, что вы пришли на эту тему, например, это не случайно. Это значит, что где-то есть потребность. Даже если она не осознанная еще, она где-то есть, она хочет найти выход. Наша психика вообще, она удивительная. Ну, про сознательное и бессознательное это я отдельно могу провести эфир. А сейчас я могу сказать, что хочется пожелать в эти непростые времена быть внимательными к себе. И ключ к спокойствию, к большему спокойствию, да, ключ к равновесию – это внутренняя точка опоры. Это пригодится вам всегда. Будете вы нервничать перед первой выставкой или перед десятой выставкой живой. Будете вы нервничать перед встречей с заказчиком. Будете вы нервничать еще там, показывая работы своей кому-то, ждя критики. Просто поймите, что ваша точка опоры, она внутри вас. И мне нравится это представлять, знаете, себе, как вот такая капсулка, маленькая какая-нибудь там капсулка такая, непробиваемая, бронированная, которая по волнам хаоса, наш мир достаточно хаотичен. Просто вот она вот скользит. И нужно вот эту вот капсулку, свою сердцевинку, ее нужно беречь, чтобы она была вот крепкая. И ее нужно наполнять. И вот то, что вы пришли на такую тему, как сегодня, да, у нас было заявлено, хотя бы говорим уже про психологию, заявлено она была у нас, ее, конечно, я ее раскрою сегодня, про то, как официальный статус получить художнику и что он дает. Это один из базовых элементов, кирпичиков, которые вы можете себе взять и в свою вот эту вот капсулку положить, в твердое основание. Это основание вашей точки опоры. Когда у вас в следующий раз будут минуты душевной невзгоды, и вы будете думать, господи, зачем я этим занимаюсь? Столько сил потрачено, и денег, и эти картины, это все стоит, и господи. Хоп, а я профессиональный художник. Я этим не просто так занимаюсь, это не блажь, я расту. Или кто-то будет спрашивать вас, слушай, а что у тебя картины так дорого стоят? А вы такие, абсолютно прочувствована, вы будете отвечать, а почему они даже стоят дешево? Простите, это дело моей жизни, я им занимаюсь всерьез, и как бы я профессионал. Ты когда к стоматологу идешь, тоже торгуешься, или просишь ему бесплатно зубы тебе сделать? Нет, ну так а почему ты меня просишь бесплатно тебе нарисовать? Ну, в общем, это отдельная интересная тема, про обесценивание тоже, и про статус, про то, как он помогает. Так, смотрю в чат. Так, прекрасно, прекрасно. Спасибо большое, спасибо за такие хорошие советы, как вовремя, а я мучилась. Ну, прекрасно, Елена, не мучайтесь, пожалуйста. Давайте никто не будет мучиться, давайте немножко сделаем что-нибудь новенькое. Попробуем не тревожиться и не ругать себя, и не мучиться, а попробуем себя хвалить, побаловать, и как бы, да, немножечко так на себя фокус внимания спустить. И, кстати, опять же таки, ну, сейчас вернусь к презентации, но продолжу. Потому что человек творческая, тонко-душевная организация. Как я уже сказала, точка опоры, она в себе, и фокус внимания на себя. Очень. Вот конкретно совет про сегодняшнюю ситуацию. И вот COVID у нас там начался, да, уже столько времени, вообще столько лет, уже это всё непонятное. Когда много неопределённости вокруг, очень страшно, очень тяжело, и не надо себя ругать. Это нормально, что вам страшно. Это инстинкт самосохранения. Нам всем страшно. Люди просто разделяются на тех, кого страх деморализует и парализует, и на тех, кто, несмотря на этот страх, всё равно двигаются вперёд. Именно таких люди потом восхищают. Ты думаешь, господи, как он всего этого достиг? Он что, не боялся? Да нет, он боялся, он просто шёл вперёд. И поэтому свой страх, как бы, его не нужно отрицать, но нужно, как бы, его признавать и нужно себе помогать. И вот именно убирая неопределённость и делая себе такие абсолютно реальные, позитивные подкрепления извне, как тот же самый статус, как тот же самый какой-то статус профессионала, который вас саму изнутри будет греть, вы себе даёте твёрдую базу. И поэтому говорю, заботьтесь о себе, хвалите себя, не ругайте себя, даже если что-то не получается по живописи, там начали бы писать на ту человека, да, анатомия, например, не даётся, это очень тяжело, это нужно тренировать, а руки, руки тяжелее ещё писать, чем лицо иногда. И вот иногда хочется, чтобы сразу получилось, сидишь и думаешь, да что же, мне ничего не получается, да что же я такая вот, ух, и руки-то у меня, ну, все мы знаем, нам так в детстве говорили, вот, и сразу себя начинаешь ругать. Очень редко я встречаю людей, которые говорят, а я всегда себя хвалю, я вот люблю все свои картины, это великолепно, вот я всем это желаю, вот всегда любить творца в себе, и говорить, ну, я художник, я так вижу. Вы же когда не умеете играть, вот я, например, не умею играть на фортепиано, вообще с музыкой незнакомая, я же не буду от себя требовать, увидев фортепиано, сесть за него и сразу сыграть какую-то там композицию, нет, я буду понимать, что это нужно, денно и ношно вообще учиться, идти в этом направлении. Поэтому и вы себя тоже не ругайте, вот, это я к чему. Так, вот да, пишет Анна, научилась называть цены на картины, но мне кажется, они должны стоить дороже, а повысить не могу. Вот, это прекрасно, Анна, вы прям мысли считаете сегодня в моей повестке дня, я покажу вам реально, реально инструмент, как можно себе обосновать то, что цены должны быть дороже, и все получится. Так, Елена пишет, думала мне к психиатру нужно, так часто меняется настроение. Нет, Елена, не нужно, не нужно психиатру. Сначала попробуйте просто принять свое настроение. Во-первых, вы девушка, у меня бабушка говорила, что ей в молодости, особенно кавалеры, говорили, господи, там, Евгения, извали Женя, изменчиво, как ленинградская погода, да, то есть у нас погода в Питере действительно такая, изменчивая, может и свитер, и купальник понадобятся в один день. Так вот, это нормально, что у вас меняется настроение. Ну, давайте вот опять, к базе вернемся. Гормональный фон никто не отменял, а мы, девочки, мы как бы, нам никуда от физиологии не деться, у нас в течение месяца столько там всего в организме происходит, чтоб, мама дорогая, только держись. Гормональный фон, биоритмы, смена сезона, между прочим, сейчас, господа, ранняя весна, поздняя зима, самый тяжелый период вообще, обостряется все, и физиологически, и психически. Вот, ну, плюс, я говорю, информационное поле не радует нас, да, какими-то хорошими новостями, ты живешь в неопределенности, тебе нужна твердая база, и именно ради этой базы мы сегодня и собрались. Так что, не надо пока себя записывать к врачам, все можно решить, и, вероятно, даже можно решить с помощью кистей и красок. Менталитин у нас такой, пишет Ирина, с детства прививают критическую оценку к себе. Абсолютно согласна, абсолютно согласна, это ментальность нации, но хорошая новость, в чем самая хорошая новость? Мы взрослые люди, по крайней мере, по паспорту. Но, шутки шутками, но мы взрослые люди, а это значит, что наши желания начинают совпадать с нашими возможностями. И если ребенок беспомощен, такой у меня краткий сегодня экскурс в выстрою психологию, если ребенок беспомощен, и он действительно испытывает страх, например, мы все не любим отвержения. Вот почему мы боимся отвержения, когда на выставку тяжело работу подать, стыдно показать ее, стыдно цену высокую назвать? Мы боимся отвержения, если вот вообще до базы спуститься. Мы боимся отвержения и того, что нас не любят, то, что нас назовут плохими, потому что нас скажут, ты что, обалдел? Что это такое вообще? Ты смеешься, что ли? Мы вот этой реакции боимся. Это когда мама тебе говорила, иди подумай о своем поведении, ты мне такая не нравишься. И это все записывается на подкорку. И тогда, в детстве, это действительно было как страх смерти, потому что если ты сейчас, если мама тебя не будет кормить, ты умрешь, ты вообще ничего не можешь сделать сам. Ты еще, может, шнурки не умеешь завязывать. Но мы взрослые люди, а рудиментарное это ощущение, оно осталось. Часто. Не у всех, конечно, но осталось. И вот тут момент, который нужно себе прямо вот, да, вот четко так зафиксировать. Мы сами можем себе дать то, что нам нужно. Мы взрослые девочки. Ну, или мальчики, извините. Вдруг, если есть мальчики, опять же таки я говорю. Так вот, мы можем себе это дать. И вот то, что вы сегодня здесь, это великолепно это доказывает. Спасибо вам большое. У меня, знаете, вера в человечество возрастает, когда я вижу, что людям действительно откликается то, что они идут и делают. И каждый раз, когда у меня на курсе там начинается шквал этих поздравлений в конце, когда идет, ну, ответная волна из комиссии, и мне очень часто пишут там спасибо за пинок, да я не верила, да вау, вау. Там и вот эти вот счастливые были со сертификатами людей, которые еще там полгода назад об этом не думали. Месяц назад они матерились, собирая презентацию, и думали, господи, во что я вписалась, когда это все закончится, как мне это сделать. Все это проработали, все мы это проработали, отправили, и вот это вот вау, я смогла это сделать. Вот это ощущение, что я смогла это сделать, это очень-очень здорово, это очень ценно, и это нужно в себе вот прямо вот фиксировать, холить или леть. И то, что вы сегодня здесь, вы нашли время, вы нашли информацию, да, вы нашли ссылку, вы по ней вошли, вы сегодня здесь, это не случайно, вы это сейчас делаете для себя. Это прям нужно вот прям просмаковать, прочувствовать. И вот тогда, когда этот навык нарабатывается, чувствовать свои потребности, свои желания, удовлетворять самой своей потребности, свои желания. Ну, конечно, я не говорю, что нужно каждого коня, насколько у вас останавливать, в горящие избы входить, и там все брать на себя, прям все. Нет, помощь надо принимать, и надо... Я к тому, что жизнь свою устроить так, что захотела живописью заняться, занялась. Нужно там себе время выделить, ну, как-то, как-то вот выделила, по чуть-чуть хоть, как-то, ну, вот выделила. Нарисовала картину, и чувствуешь удовлетворение. Молодец, я захотела, я нарисовала. Почему я говорю, лживопись – это чистое созидание. Вы подходите к пустому холсту, он белый, на нем вообще ничего нет. И это вы своими руками, вы делаете что-то. Даже если вы делаете вначале, там, след за мастером. Но вы это делаете. Мастер-то, он по другую сторону экрана, вы делаете это сами. Это чистое созидание. Поэтому еще раз скажу, вы большие молодцы. Ловлю флэшбеки, пишет Ирина. Да, дело хорошее, значит, мы на верном пути. Да, главное, что уже продавались. Это уже признание. Да, надо начать с малого. Вот, начать с того, что есть. Я, ну, я вот сейчас расскажу свою историю. Медленно, наверное, я к ней продвигаюсь. Я тоже начинала с очень малого, потому что нужно было именно маятник запустить. Знаете, вот не маятник, вернее, а маховик запустить, чтобы прошел процесс, чтобы вот энергия, там, как хочешь это назови, вот кто во что там, да, верит. Вот, чтобы запустить процесс, и все пошло. Потому что, вот возвращаясь к слайду, да, у каждого свой кокон. И у каждого из нас он действительно свой. И когда я называла вот этот момент, что сколько вы лет пишете, там продаются ли картины, да, уже вот начались такие обсуждения, мы вот начинаем свои коконы как бы рассматривать. Кто-то боится продавать, кто-то боится выставляться, кому-то не хватает признания, кому-то не хватает там еще чего. Да, вот мы вот сегодня об этом поговорим. Хочется, чтобы каждый нащупал свое, вот это вот слабое такое, да, болезненное место, и смог его понять, как так как-то вот подлечить, подпитать. Хочется познакомить вас вот на слайде с Натальей Козыревой. Это ученица, хотя вот каждый раз, честно говорю, не поворачивается у меня язык, называются учениками взрослых людей, которые приходят, пишут картины и вступают с моей помощью, получают официальный статус, потому что, ну, это коллега уже, коллега. И что мне понравилось в общении с Натальей, она была очень честна и с собой, и со мной, и она честно делилась тем, что у нее куча сомнений, вообще куча сомнений, потому что там, получается, три этапа комментирования у нас предусмотрены, если брать средний вариант участия. И как бы вы там, ну, я рассказываю, как делать презентацию, вы все смотрите, там делаете первый этап, подправляйте мне, я там все рассматриваю, видеоразбор полный записываю, там, где какую фразу подправить, где запятую поставить, куда что-то передвинуть. И вот в процессе этого общения выяснилось, она говорит, я сомневаюсь, я не уверена, я там, я говорю, давайте, все, давайте слайд, давайте, давайте делать, вы молодец, все получится, вот это хорошо у вас, вот это хорошо. То есть не просто, как бы я конструктивно пытаюсь, как бы, да, всегда все раскладывать, чтобы не просто, да, молодец, забей, нет, ты молодец, потому что, потому что вам, как говорят психологи, нужно вернуть ресурс, да, нужно почувствовать эту, вот эту, мы же говорим сегодня про базу, на которой вы стоите, она должна быть такая устойчивая, чтобы она была устойчивая, нужно минимум неопределенности, максимум определенности, вы четко для себя должны вот эти моменты какие-то ощущать ключевые. И, в общем, вот здесь это слайды, это ее отзывы, и уже вы можете видеть посерединке ее сертификацию, достоверением. Она сомневалась, когда сделала уже презентацию, отправила, потом сомневалась, когда получила ответ, как раз вот про вопрос трансформации внутренней, что потребовалось время, чтобы это ощущение дошло, но когда оно дошло, жизнь преобразилась. И вот она пишет, да и правда, сомнения все оставила позади, спасибо там за пожелание. И вот, спасибо за веру и поддержку, это очень важно. Не передать словами, все случайно и не случайно, когда я впервые взяла кисть и гуашь в апреле 2020 года. Это к вопросу о том, кто как давно пишет, да, необязательно писать много лет. Я даже и думать не мечтала о таком ярком, узнаменательном событии в моей жизни. И на вебинар попала не случайно. Так что и вы тоже здесь сегодня не случайно. И вот для тех, кто выставки боится делать, специально я как прививку от страха вставила вот этот слайд, это история Ольги, Ступиной чудесная Ольга с чудесными добрыми интерьерными картинами. Она сама считала их детскими и, конечно же, несовершенными. Вообще, сразу оговоримся, что считать свои работы несовершенными и необходимыми, необходимо, что их дорабатывать, это как бы нормально. Творец, он постоянно должен находиться в движении. Ну да, постоянно что-то новое хочется, что-то новое вы узнаете. Нет предела в совершенству. И это и хорошо, если вам хочется. И это абсолютно нормально, если вы видите свои картины, которые вы написали год назад, думаете, господи, я бы сейчас вообще все иначе сделала. Или видите свои старые картины у заказчиков и думаете, боже мой, и он это купил. Это нормально. Потому что человек-то, ну как бы он же по другими глазами на картину смотрит, а вы-то, вы уже столько всего впитали, вы уже другими художниками вдохновились, у вас может вообще уже другой период творчества начался, вас потянуло какие-нибудь другие степи, и вы бы все по-другому сделали. Поэтому это абсолютно нормально. И, наверное, самое главное вообще наша, не хочется говорить, проблема, но особенность человеческой психики, нам вот хочется, знаете, четко, четкости какой-то прямо вот дойти до точки, все, теперь я счастлива, теперь и навсегда. Или дойти до точки, вот теперь я удовлетворена своим творчеством, теперь и навсегда. На самом деле нет, это все процесс, жизнь вообще процесс. И удовлетворение, баланс, как не хотелось бы сказать иначе, но его нужно постоянно поддерживать. Что делать, если откажут в приеме, спрашивает Елена в чате. Вопрос об уверенности. Елена, буду говорить об этом тоже подробнее, но давайте сразу отвечу. Не расстраиваться, потому что то, что вы уже пройдете, например, там такой путь и сделаете инвентаризацию своей творческой деятельности, это даст вам уже другое ощущение себя, это даст вам уже большую базу для того, чтобы все-таки дойти до своей цели и получить желанный статус. Потому что, если они откажут, что это значит? Возможно, они не располагали, как вот я с комиссией на этот вопрос разговаривала, они очень витивато отвечают, что, ну, возможно, мы не располагаем все информации, необходимые для приема. То есть, вы просто понимаете, где у вас слабые места, которые нужно доработать, и дорабатываете их. И через определенное количество времени, там, хоть через месяц, хоть через неделю, посылайте еще. Количество раз не ограничено, попытки бесплатные, поэтому пока это работает, все в таком социальном, добровольном режиме, нужно, можно еще раз подать, да, вот я как раз сейчас отвечаю на этот вопрос, можно еще раз подать, и прям хоть каждую неделю шлите, чтобы они вас заметили, когда сроки не ограничены. Но, естественно, есть смысл подавать, когда вы какую-то информацию о себе наработаете. Например, бывает такая ситуация, забегая вперед, расскажу распространенное, что человек идет ко мне, мы с ним общаемся, у нас там зум-созвоны общие, вот эти вот комментирования, три этапа. И за это время он понимает, что ему нужно сделать еще, чтобы наполнить, например, блок творческой деятельности. Или вот часто есть ситуации даже с теми, кто ко мне на ВИП идет, там, Виктория, вот я сейчас пишу, вот я сейчас пишу, вот натюрморт, вот мне нужно вот время, вот еще там вот, вот буквально. Я такая, ну хорошо, пишите. И мы просто оставляем слайды в презентации. И то же самое, что у нас программа заканчивается, обратная связь заканчивается. Но все равно чаты я оставляю открытыми, мы на связи. И я спрашиваю, ну как там, как дела, как дела? И говорит, вот все, все, все. Полтора месяца прошло, я говорю, что не отсылайте. Вот жду сертификат, вот сейчас у меня выставка закончилась, все, вот сертификат приходит, я вставляю, отправляю. Поэтому тут как бы главный алгоритм понять. Вот. Главное понять алгоритм. Так вот, возвращаясь к Ольге, что расскажу. Пошла она ко мне как раз на курс, и потом поняла, что очень, она говорит, рано, у меня нет выставок, и вообще, боже, что делать, как наполнять блок творческой деятельности. Начали думать, как наполнять. У меня там, если что, есть список онлайн-площадок для продажи работы, и для выставки, куда можно податься, где можно поискать эту информацию, чтобы, ну, какого-то заявки свои направить. А она пошла еще дальше, она живет в Москве, и она все-таки решила на очную выставку попасть. Это я всегда за. Я люблю очные выставки, и честно скажу, если страшно, то начинать можно с онлайна, но я каждому из вас желаю хоть раз побывать на, желательно, конечно, и персональной, но можно и на совместной, на живой выставке. Это совершенно другая атмосфера. Когда приходят люди, ты ставишь книгу отзывов, у тебя там фуршет, шампанское, скрипка играет. Это великолепно. И можно сделать, причем, знаете, это можно сделать в ДК, в библиотеке, где угодно. Не значит, нужно копить миллионские миллионы и арендовать галерею. Нет, можно и бесплатно все это организовать. Было бы желание. Так вот, Елена, ой, пардон, смотрю в чат просто, Ольга пошла на выставку в Москве. И помню, как мы с ней переписывались накануне. Я говорю, трясусь, как осенние листы. Очень страшно. Первый раз свои работы такие несовершенные показывать. Там же будут художники разные, маститые. И какое было счастье ее, когда маститый художник, такой суровый дяденька, он прогуливался, так рассматривал ее творчество, рассматривал, рассматривал. Она там уже холодным потом себя покрылась. И потом он подошел и похвалил ее. И сказал, что, знаете, взрослым людям тоже нужны сказки. Вот ваши работы идеально вписываются в детскую. Но на самом-то деле и взрослым тоже нужны сказки. И понимаете, которая даже легла в основу этих слайдов. Я вышла из своего кокона. Это ваша заслуга, так и сидела бы я в своем коконе сомнений. И мне так понравилась эта метафора. И действительно так. У нас у каждого свой кокон. Вот Ольге был такой кокон. И да, она пришла, например, без большого количества выставок. Но именно этот курс и стал импульсом, который ее в нужном направлении направил. И я, конечно, была счастлива получить от нее обратную связь. И через полтора месяца, что жизнь просто бурлит. И, кстати, вот эти слова, я каждый день говорю спасибо, что пнули на курс. Мне часто прилетает обратная связь про волшебный пинок, пиночек, спасибо за пиночек. Я сначала так как-то насторожилась, думаю, такое слово все-таки какое-то странное. Но поняла, что имеется в виду только хорошее. Каждому из нас так или иначе периодически нужен пинок. И, кстати, не только очень уверенным в себе людям, в плане неуверенным, которые вообще ничего еще не делали. Нужен импульс, нужен пинок. Вот, например, Светлана, специально делюсь ее историей, у нее есть творческий псевдоним официально зарегистрирован. Она серьезно занимается картинами. Прошла, кстати, у Надежды или иной курс «Свобода». И на этом курсе она нашла свою тему. Ей понравилось писать отражение. Ну, она как бы отработала мазок, вот это вот, да, что там на курсе «Свобода» с Надей делается. Нашла она свой почерк, нащупала тему и создала серию работ. И эта серия работ и легла, в общем-то, в основу всего ее будущего движения. Так что все, кто прошел курс «Свободы», если сейчас такие имеются среди нас, я надеюсь, что имеются, я вот просто большое уважение вам выражаю. Курс я знаю, какой, большая программа, насыщенная, он действительно заставляет работать, но результат того стоит, потому что я очень часто работаю и на ВИПе, и на «Вместе веселее», да, вижу презентации людей, вижу, где они учились, разговариваю и вижу много учеников, именно выпускников со «Свободы». И были такие истории, если время хватит, дойду до отзывов, покажу, например, там, Валентина Мочелова, Марина Друся, великолепные работы, которые они написали и уже на «Свободе» с ними вступили. Вот Валентина, например, написала там свою серию работы таковой, там, ну, как обычно, все несовершенно, надо бы еще написать парочку серий и там через годик возможно. Я говорю, слушайте, давайте попробуем, ну, давайте попробуем. В общем, попробовали, каково было ее счастье, когда все получилось и приняли, и все хорошо, и достаточно было. Так что даже серии, на самом деле, которые вы пишете на курсе «Свобода», ее достаточно для того, чтобы положить ее в основу презентации. Конечно, там, пяти картин недостаточно, нужно больше отправлять, но вот авторских там серий, хотя бы пять штук, это уже очень, очень здорово. И это то, с чего нужно будет начинать, сразу это показывать. И вот, возвращаясь к Светлане, она пришла на курс, начала проходить программу и выяснилось, что она не чувствует внутренней уверенности. Есть выставки, есть продажи даже, есть картины, но вот что она пишет, да, чтобы не быть голословной, просто зачитаю. Благодаря вашим занятиям я стала сильной духом. Раньше мне казалось, что картину нужно доводить до идеала, а сейчас я просто уверена в себе и просто наслаждаюсь тем, что делаю. Вот я желаю это каждому почувствовать. Вот это удовлетворение и все это через уверенность в себе. И после курса она пошла, подала заявку и стала лауреатом Российской премии искусств в 21 году. Это действительно очень гордо звучит, и, ну, и ей много это дало, опять же таки, до внутреннего у нас самоощущения. И еще вот результат для тех, кто картины не продает. Поучительная история. Так, а что если, простите, отвлекусь на чат, вопрос важный, может кому-то быть тоже полезен. А что если авторских картин много, но все на разные темы, просто на одной теме не могу долго зависать? Ирина, это ваше право как автора. Может быть, вы тот самый автор экспрессивный, который не может писать одну картину. Я знаю людей, и вообще бывает разное настроение. Когда вот прям тебе, ну, так надо написать эту тему, прям все, ты уже видишь ее, ты уже глаза закрываешь, все увидишь, все выписал, вырисовал, прошло, знаете, там 5 часов, успокоился. А если вот что-то тебя застопорило, а потом тебе уже как-то и возвращаться не хочется. Вроде писать надо, а тебе сюжет уже ну так надоел. Ну, вообще никаких сил нету. Нужно вообще на работе дать отстояться, отвернуть ее холстом к стене и вообще не видеть, чтобы не злиться. Поэтому если картин много авторских, это великолепно, вы огромная молодец. И если они разные, значит, вы пробуете, значит, вы в поиске. А как еще найти то, что тебе нравится больше всего, если не пробовать разное? Наоборот, это прекрасно, значит, у вас такой ассортимент. И тем более, когда я говорю про авторство и про серию, ну, как бы, тут есть два момента. С одной стороны, может быть серия работ, например, нравится вам писать они за синие чайники. И у вас серия работ с разными синими чайниками. Ну, утрирую, конечно. Какая-то серия работ, объединенная какой-то идеей. Это ваша авторская серия. Но когда мы говорим про авторский стиль, вы, как автор, не должны ограничивать себя одной серией, одним стилем. Например, там, пришли на свободе, написали цветы, и потом пугаетесь, боже мой, а если я хочу не цветы начать писать, а людей, что же мне теперь? Главное, это почувствовать, как вам нравится работать с материалом. это уже, конечно, я забегаю вперед, не совсем моя тема, это скорее к свободе вопросы, но своим поделюсь мнением. Вы нащупываете, как вам нравится вообще работать. Мазок, колор, цвет, приемы, эффекты, какие-то нюансы, именно ваши. И так вы можете писать все, что угодно. И в чем самая главная фишка авторства, если его нащупать? Вы напишите кошечку со своими приемами, колором, мазком, почерком, пропорциями, вот со всем своим видением. А потом вы напишите кувшин, а потом вы напишите букет. И в принципе будет понятно, что это написал один и тот же мастер. Работы не будут одинаковыми. Они будут совершенно вообще в разных направлениях, в разных стилях, в разных направлениях. Но что-то невольно, если человек будет видеть, знаете, ваших там 20 работ, у него рассмотренность уже выработается, увидев 21, он скажет, о, окажется, это вот этот человек писал, да, да, узнаю. Даже не сразу будет понятно, как это вербализировать, что именно выдает, но что-то будет выдавать. И это и есть авторский почерк, который между строк читается. У меня две любви, пишет Анна. Мастихин и многослойная живопись. Ни от чего не хочу отказываться. Они словно дополняют друг друга. Великолепно. Да, они действительно очень дополняют друг друга. И это вот абсолютно вы правы. Мастихин, да, бывает там какая-то экспрессия, прямо хочется. Мастихин прекрасный инструмент, чтобы эту экспрессию выражать. А многослойная живопись, я тоже ее люблю, сама все хороша. Возвращаясь к слайду быстренько, вдохновляющий ей расскажу случай. Марина пошла ко мне на курс. На ВИП-пакет начали, ну, созвон провели и в ходе беседы выяснил, что у нее боль. Она говорит, ну, не продаются у меня картины. Ну, не продаются картины, руки опускаются, вообще не понимаю, что делать дальше, как жить, зачем все это. И вообще и к вам не понимаю, зачем пошла. Картины не продаются и вообще и солнце, и гребаный фонарь. В общем, все плохо. Я говорю, хорошо, давайте разбираться с самого начала. А как вы картины продаете? Потому что так очень часто бывает. Нам нужно какое-то признание извне. И вот, саду сказать, ей очень сильно помог, потому что она была в упадке и как бы не видела действительно ориентиров, сколько можно уже этим заниматься. А может, я вообще и права не имею, и настоящий я художник. Эти сомнения, они совершенно естественны, они приходят ко всем периодически. Сидром самозванца никто не отменял, каждый третий признается в нем. Так вот, я говорю, а какую картину ты продаете? Она говорит, ну, я говорю, а где написано, что вы картины продаете? И выяснилось, что нигде не написано. И никто не в курсе, что она картины продает вообще. Половина людей вообще не знает, что она художник. Я говорю, хорошо, ладно. А еще главная беда была в том, что она с компьютером не очень общалась уверенно. И как бы, я говорю, ладно, хорошо, какая площадка у вас есть? Ну, чтобы сразу человека так не травмировать, я говорю, что можем сделать прямо сейчас, чтобы этот барьер уже прорвать? Есть страница ВКонтакте. Я говорю, отлично, все, создаем, значит, альбом ВКонтакте, пишем пост, пишем заголовок, капслоком, продаю картины, да, не надо думать, что люди там что-то там додумают. Представляете, какой сейчас ритм жизни? Все на бегу. Кто там что будет додумывать? Продаете картины? Так пишите сразу. Продаю картины. Отдам в добрые руки за символическую плату. Господа распродажа. Все, срочно распродаю картины в честь весны. Создайте альбом, говорю, и давайте двигаться дальше. А выяснилось, что не знает, как создать альбом. Я говорю, хорошо, сейчас скрины пришлю. Я ей там скрины поприсылала, она альбом создала, и спать мы пошли на фразе «Да, мой генерал». Вот, посмеялись над этим. В общем, пошли спать, и на следующий день первое сообщение от нее приходит мне. Все, докладываю. Первая картина ушла. То есть, меньше 24 часов потребовалось, чтобы ушла первая картина. Да, я не буду врать, она ушла там за 3000 рублей. Это вообще недорого. Это, дай бог, отбить холст, краски, и то время, даже не добьется, наверное, то время, которое было потрачено. Но это уже не картина, которая пылится, это уже не материалы, которые в минус вам пошли, это уже импульс. Она повесила, только картина ушла в стоматологический кабинет, в стоматологическом кабинете видят ее люди, люди спрашивают, ой, а что за картина, а кто автор? Так это и нарабатывается. Чем больше вы свои картины распространите, вот эту сетку, это сарафанное радио никто не отменял. Очень хорошо оно работает. Вот, так что, есть и такой случай. Начинают и делают выставки, начинают и продают. И, подытожив вопрос кокона, да, у каждого из нас он свой. Кто-то боится, давно пишет и не продает. Кто-то продает, но дешево или дарит. Кто-то стесняется называть себя художником. Это ощущение, что я не настоящий художник. У кого-то нет подпитки, чтобы идти расти дальше, потому что нужно позитивное подкрепление, а его нет. Кто-то хочет от окружающих получить признание, но даже самому себе в этом стыдно иногда признаться и не совсем получается. Ну, это логично. И это все еще может как бы компилироваться вместе, да, и сижу я такая, не чувствую себя настоящим художником, сама все не уверена, при этом я унываю от того, что картины мои не продаются и не признаюсь себе, что на самом деле мне хочется признания, но сама сеть закапывала, потому что какое-то признание, если картинами не продаются и художник-то и не настоящий. Поэтому, в психологии опять взрываюсь, но хочу просто вам показать, что все это нанизывается как пирамидка детская одно на другое. И нужно твердое основание, своя уверенность, свое четкое намерение, чтобы это все раскрутить, чтобы понять, что художник я настоящий, а еще лучше подведите бумагу, что художник я профессиональный, чтобы можно было и другим, если что ткнуть, что вот почему так дорого, вот почему имею право. И там корочка дает право вам участвовать в профессиональных выставках. Участвовал в своей выставке профессионально, уже по-другому себя ощущаешь. Так что не будем тратить время на диагностику в чате. Давайте просто каждый сейчас сам для себя внутренне, так даже оно, наверное, проще, чем делиться во всеуслышание, подумает, какая вот какая сентенция, какой кокон у него и какой вот из перечисленных мной фраз внутренне отражается больше всего, что откликается, что болит, что нужно полечить в первую очередь. И вот с тем, что у вас придет на ум, нужно что-то делать дальше. Потому что если не делать ничего дальше, то как бы ситуация не изменится. Да, результат, новый результат, это как бы результат из нового, это действие из нового состояния. То есть нельзя, если все по-старому останется, получить новых результатов. Это нонсенс. Да, это как бы это нелогично, это действительно не получится. Поэтому нужно что-то делать дальше, чтобы запустить этот вот импульс, волшебный пинок, про который мне часто пишут, чтобы запустить новое ощущение себя. И причем это ощущение себя, оно поможет вам не только в живописи, как показывает практика и моя, и окружающих. Она поможет вообще, потому что опять же таки, если у вас где-то в жизни есть механизм, который срабатывает, например, в психике, он срабатывает на всех уровнях. И когда ты, например, становишься в чем-то более уверен, вот в себе, где-то там, это наращивает такую вот крепость твоей самооценки вообще в целом. И ты становишься более уверенным и в другой области. Но вот чтобы не быть голословной, если хватит времени, дойдем до отзыва. Мне очень понравилось. Елена написала мне отзыв, который меня вообще поверг вначале до глубины души. Он меня просто поразил. Начинался он словами. На следующее утро после вебинара там типа я не знала. Ох, Господи, как я вписалась. Не сказав мужу, я взяла кредит. Тут мое сердце ёкнуло. И думаю, боже мой, серьезное дело. Вот. Не сказав мужу, она взяла кредит и пошла на средний пакет. Потому что, ну, как бы поняла, что, ну, сколько можно уже. Хочется и самой добиться чего-то, и корочку, подтверждение. И она живет в небольшом городе, и статус там действительно, ну, как бы, важен. Там художников профессиональных один. Да, как бы, и она всегда думала, что она не может, ну, как бы, приблизиться к этому. Что она тоже может быть профессиональным художником, бесплатно ходить в музее, там, скорочку свою показывать, и продавать картины дороже, прикладывая свой сертификат, как бы, о своей рейтинге, о своем профессионализме. И в итоге она, ну, она послушала первый разбор и, говорит, ну, такая вся была воодушевленная, что, ну, не могла скрывать уже, хочется поделиться, поделилась с мужем. Ну, муж такой, как бы, молча, надо дать ему должное застойкость, плечами пожал, ругаться не стал, такой, типа, ну, что уж тут, что уж тут сделать. А потом начал краем уха прислушиваться. Она ходит, такая вся преобразилась, такая что-то довольная такая вся ходит. А когда женщина довольная, то вообще же мир вокруг преображается. Только наполненная женщина может наполнять других. Так, на секундочку, да? Сначала нужно себя наполнить, потому что, если ты не наполненный и несчастный, и тревоженный, и боишься, как ты можешь кого-то другого успокоить, поддержать и наполнить, если ты сам истощен? Это вообще, кстати, техника безопасности к каждому, да, из нас. Имейте в виду, сначала маску, недаром говорят самолете, на себя нужно одевать, потом на всех остальных. Потому что, если вы сами себя, ну, как бы, сами о себе не позаботитесь, как вы можете о других заботиться? И тут нет вообще ничего общего с эгоизмом. Нужно себя, на самом деле, очень сильно в этом плане беречь и наполнять. Тогда вы сможете и другим тоже помогать. Так вот, и она, ну, как бы, решила с ним поделиться, он что-то там подсел, и вместе они послушали потом в итоге все разборы. И говорит, после первого же разбора муж начал смотреть на меня как-то иначе. Потому что, ну, как бы, он не думал, что все так может быть серьезно. Не думал, что его жена вообще-то такая хорошая художница, что вообще-то она тут не ерундой занимается, время тратит и квартиру пачкает. А на самом-то деле, она, между прочим, художник, это звучит гордо. И потом пришло ей письмо, счастье, вступила она в Союз, и когда пришли документы, она мне написала, что я удивлена, мой муж посмотрел на меня другими глазами. Казалось бы, да? Но муж, господи, вы живете вместе, какие тут глаза, ты лучше всех знаешь этого человека. Оказывается, нет, вот так, даже на близких людей это очень действует. Представляете, как это действует на неблизких людей, которые вообще судят только по обложке. Так что, никто не отменял момент трансформации. И это я к чему? Я к тому, что она стала увереннее в себе, в живописи. А в итоге это вот экстраполировалось на всю ее жизнь. Она стала, в принципе, увереннее в себе. И даже муж стал смотреть другими глазами. Скажите, Виктория, вопрос из чата, а рекомендации от профессиональных художников для вступления в СХР обязательны? Хорошая новость, Гала, в том, что нет, не обязательны. Как показывает практика, опять же таки, они хорошая опция, хороший бонус. Если они есть, это прекрасно. Если их нет, и без них вступаем. Тем более, на самом деле, мы тоже это обсуждаем и на Zoom встречах, и мне можно, там мы в чате, у нас живой чат в Телеграме, там все вопросы можно тоже обсуждать. Нужно думать, у кого можно эти письма взять. То есть, да, мы это все обсуждаем, но даже если не у кого взять, ну, ничего страшного. Вообще на них свет клином не сошелся, но если можно взять, обязательно берите. Потому что, знаете, бывают разные случаи. Человек часто себя просто недооценивает. У меня вот, делаем презентацию с ученицей, я говорю, ну что, что мы будем включать в раздел творческой деятельности? Есть такие варианты, такие, такие. То есть, я рассказываю, что можно придумать, даже если выставок там маловато. И она говорит, ой, я не знаю, ничего не знаю, ничего не знаю. Ой, говорит, а я тут стену расписываю для детского садика. Это считается? Я говорю, ну, в принципе, считается, что за стена. В итоге выяснилось, что она там расписывает чуть ли не 200 квадратных метров. Так, ну, мы с ней все это обсудили, как это все оформить. И я ее еще к директору направила, она еще и благодарственное письмо получила. Так что, если вы когда-то что-то где-то оформляли, кому-то помогали, вы можете не только на рекомендательное письмо рассчитывать, но и на благодарственное, что тоже приятно. Ну, ладно, это мы забегаем вперед, идем дальше. Как я это делаю? Вот расскажу, я обещала вначале поделиться, как все было у меня. Но, в принципе, вы уже на этом пути тоже, потому что я первое, что сделала, я случайно об этом услышала. Мой путь был, сразу скажу, долгим и витьеватым. Ваш должен быть не таким. Поэтому я это все упорядочиваю. Я случайно услышала, что можно бесплатно пройти в музей. И да, это абсолютно материальный был интерес, экономить там 500-600 рублей на билете. Потому что в музеях ходить хочется, и как-то надо оккультуриваться. Билеты стоят дорого, и так часто не походишь. Кстати, спасибо большое, что наш чудесный модератор, который сегодня с нами в чате, скинула ссылочку, напомнила мне. Я же вам еще не это. Вас еще не пригласила в свой блог в Инстаграме. Кто хочет, и вот сегодня много говорю я про психологию, но, к сожалению, не могу я все время уделить психологии, потому что у нас сегодня с вами другая тема. Но психология, она полезна. И полезна она не только художникам, а вообще всем нам по жизни. И вот в мой блог в Инстаграме, ссылочка сейчас в чате, и есть она в описании, как раз я больше посвящаю психологии. И психологии художника, конкретно творческого человека, ну и вообще психологии женщины. И вообще хочется верить, что психологии радости. Вот такая моя цель. Помогать нам быть более счастливыми, по жизни осознанными, делясь абсолютно какими-то практическими своими советами и наблюдениями. Поэтому, если вы еще на меня не подписаны, я буду очень рада вас видеть. Подписывайтесь, давайте дружить онлайн. Там много, кстати, отзывов закреплено про этот курс. Много отзывов учеников, которые уже прошли, которые получили сертификаты. Можно все это почитать, посмотреть, какие картины я рисую. В общем, там много всякой интересной информации закреплено. Поэтому будет время, будет желание. Welcome. Проходите. Подписывайтесь. Давайте дружить. В описании есть ссылочка на Instagram. Ну, а возвращаясь к слайду с тем, как же прошел путь. Вот так же, как и у вас сейчас. Я случайно услышала, что можно пройти в музей бесплатно, если ты художник. Я такая, ну, в принципе, я художник. Но к этому моменту я уткнулась в свой стеклянный потолок. И я давно уже даже не писала. У меня опускались руки. И картины пылись. Мне было стыдно за это, честно говоря, что я столько потратила времени и сил впустую. Когда мне говорили, ну, тебе нужно, наверное, создать сайт. Ты же в компьютере там что-то делаешь, там разбираешься. Ну, создай себе страничку. Надо работать продавать. У меня такой смешок вырывался нервный, потому что мне было стыдно. Я была... Ну, внутри... Сейчас я понимаю. Внутри меня останавливала моя собственная установка, что я не настоящий художник. Да какой я художник? Ну, пишу я там что-то. Ну, у мамы там квартира завешена, как картины в три ряда. Ну, продавались, да, по самым близким. Но, в принципе, вот так вот незнакомому человеку подойти и обосновать... Ну, вообще-то я художник. Вообще-то мои картины продаются, стоят они столько-то. И вообще-то как бы это серьёзно. У меня не хватало, наверное, внутренних сил. Это я не сразу поняла. Почему же у меня было так плохо? И вот к вопросу о пробуксовке. Почему я так буксовала? Потому что у меня вот всё проваливалось в базе. А если у тебя база неустойчивая, как же у тебя вся твоя пирамида-то, успех-то выстроится? Никак. И вот я пошла раскручивать этот клубочек свой с такого какого-то чёрного хода. Я услышала про то, что можно бесплатно пройти в музей художнику. И это заранило во мне зерно сомнения. Не, ну, в принципе, я же художник. Но не с картинами же я пойду к билетёрши, доказывая, что я художник. Но я начала дальше узнавать. Думаю, а как это сделать? Оказалось, что можно доказать в комиссии, например, союзы. Есть союзы разные, на самом деле. Но профессиональный союз художников, он прекрасен тем, что он даёт шанс простым смертным. В него можно вступить. И он официальный. Я вот фотку забыла вставить, честно говоря. У меня есть фотография чудесная, где академик Заграевский, который основал этот союз, он вручает 23-й выпуск единого художественного рейтинга, который они ведут, официальный справочник, официальный, признанный, и медаль этого союза Мединскому, на секундочку, министру культуры Российской Федерации на съезде на награждение творческих деятелей в 2016 году в Большом театре. То есть это доказывает, наглядно доказывает, что это серьёзная официальная организация. И она ведёт деятельность свою с 99-го года. И в чём деятельность заключается? В чём вообще, вот чтобы вы знали на будущее, что вообще такое союз? Если даже не разные бывают, союз художников. Это добровольная, некоммерческая организация, которая на добровольной форме, да, социальная организация, на добровольной форме объединяет творческих деятелей с целью защиты и упорядочивания их деятельности. Поэтому выдаются удостоверения о том, что у вас есть льготы, как у официального творческого деятеля, которым вы можете пользоваться, да, то есть такое структурирование деятельности. Плюс упорядочивание в чём заключается? Вот профессиональный союз художников России, он ведёт единый художественный рейтинг, куда включают художников с категориями, то есть, да, так вот все записаны. И издал таблицу рекомендованных цен. Я тоже вам её быстренько сегодня покажу. Что такое таблица рекомендованных цен? Это вот возвращаясь к конкретному инструменту, как можно обосновать себе, главное же, в первую очередь, себе обосновать, что ты можешь такие деньги просить за картины, и потом намного легче у тебя будет получаться это называть посторонним людям, и они тоже по-другому будут из-за твоей уверенной подачи на этот запрос реагировать. Это таблица цен, где каждый может, в зависимости от того, какой техники он пишет, какой размер его произведения, понять, на какую цену он может рассчитывать в долларах. Я сегодня покажу, как расчёт делать. И когда ты понимаешь, что твоя картина может стоить 50 тысяч рублей, а ты её за 5 тысяч стесняешься продать, а тебя вот признали профессиональным художником, то это, конечно, очень сильно окрыляет и мотивирует. Даже сначала ты не веришь, что это вообще реально, но если посмотреть в историю, если посмотреть сейчас вокруг, цены на картины, они субъективны. Картина – это вообще всегда субъективная покупка. И у кого-то они продаются за 300 тысяч рублей, у кого-то за 30, кто-то за 3 не может продать. Но вполне реально пройти путь от 3 до 30, а бывают случаи, потом ещё и 300 можно поставить. Разные бывают абсолютно случаи. Никогда не знаешь, с кем тебя судьба сведёт, кто с тобой познакомится, где тебя услышат. На аукционе можно поучаствовать, на благотворительных аукционах можно участвовать, ими себе делать в принципе, да и вообще плюсик в карму зарабатывать. Создать себе определённый образ, развивать свои социальные сети. Ну, ладно, более прикладно, как это всё делать. Это мы уже разбираем внутри программы. Просто я серьёзно говорю, что это не пустые слова, это возможность, которую можно и нужно пользоваться. Но изначально нужно себе дать это разрешение. И нужно самому себе обосновать серьёзность и важность того, что ты делаешь. Это уже я как психолог заявляю. Это просто действительно так. Можно голословно много чего говорить, но всё равно ты засыпешься в какой-то момент, когда поймёшь, что там внутренний конфликт. Ты сам, например, себе не даёшь право продавать дорого. Ты сам себя не считаешь настоящим художником, что бы ни значило это слово «настоящий художник». И поэтому стопоришь своё развитие. Такой вот внутренний саботаж, он бывает. В общем, что я сделала дальше? После того, как я услышала, что художникам нужно быть настоящим, я начала собирать информацию и готовить документы. Это было очень тяжело, очень долго, блин, месяца три, наверное. И у меня было такое внутреннее сопротивление, такое, что я просто, вот уж когда я тоже вспомнила про навык саморугания и подумала, боже мой, сама себя закапываю. Я пошла на хитрость, дала себе время хоть по чуть-чуть, в час по чайной ложке, ну, хотя бы там полчаса, раз в три дня этому уделять. В общем, я собрала документы, сделала презентацию, отправила её. Я собрала документы, ну, и спрезентовала свой творческий путь в виде презентации, и мне потом пришла, ну, забегая вперёд, скажу, благодарность из-за союза. И они не похвалили, они сказали, что в очень хорошей форме была, ну, предоставлена вся информация, и поэтому я взяла это на вооружение, ещё сейчас ещё больше отточила это всё на курсах, да, столько потоков уже прошло учеников успешных, и могу сказать, что это работает. Действительно, хорошо презентованная информация воспринимается намного лучше. А ведь цель курса, цель программы, моя цель, это сделать так, чтобы вы представили свою информацию о себе максимально выгодно, максимально в хорошем свете, чтобы получили максимально высокий рейтинг. Потому что чем выше ваш рейтинг и вас вносят в единый художественный рейтинг как художника, тем на более высокую цену вы можете претендовать официально по таблице на свои работы, тем лучше вы себя сами ощущаете, и тем внушительнее выглядит ваш сертификат, в котором написано, например, там, да, там 6В, профессиональный художник, и вы этот сертификат вы прикрепляете везде, где продаёте свои картины, например, фотография картины, фотография сертификата, и пишете, я профессиональный художник, тра-та-та-та-та-та, такая-та-такая-та, холст-масло, размер такой-то, цена такая-та. И поверьте, в глазах покупателей это не просто бумажка. Людям всегда приятно покупать у профессионала, им всегда приятно, что они не просто так заплатили деньги, что это не просто какие-то подсолнухи, а это, между прочим, ого, какие подсолнухи, почти что Ван Гог. Так что отправила я документы и стала ждать. Ожидание, честно скажу, было таким томительным. Я себя поймала на мысли, что я как леса и зелёный виноград, начала себя уговаривать, что да не очень-то и хотелось, не очень-то и надо. Жила-ка ты без этой бумажки и дальше буду жить. Ну и, конечно, что было дальше? Дальше была радость, такая, знаете, опасливая радость, когда пришли документы, пришло подтверждение, вернее, я их заказала, заказала документы, пришли они, я уже держу их в руках и не могу поверить, что это реально, это возможно, и я смогла. Это очень приятное ощущение, и мне захотелось им поделиться. И я в социальных сетях у себя начала писать, что вот такая вот радость, хвастаться там билетом из Русского музея бесплатным. И на меня посыпался шквал сообщений, людей, которые сказали, а как, а что, я тоже хочу, как это, как это. Но ответив на десятое сообщение, я поняла, что информация актуальна, и нужно собрать её в какую-то такую прям программу уже, чтобы люди шли без вопросов, чётко, коротким путём. И поэтому очень, конечно, было приятно видеть, что это действительно полезно, это востребовано, и огромное количество обратной связи, и самое для меня ценное, это видеть потом вот эти счастливые лица. Я смогла, у меня получился вот мой сертификат. Это очень здорово. Вот Оксана, кстати, Оксана Худякова была у меня. Очень рада вас видеть, Оксана. Спасибо большое, что вы сегодня зашли к нам на гонёк. Пишет, повысила самооценку. Виктория и кураторы бережно привели через курс. Быстро пролетело время, скучаю. Спасибо большое, Оксана. Очень-очень приятно, очень важно слышать обратную связь. Василиса спрашивает, картину сегодня писать не будем? Нет, Василис, картину мы сегодня писать не будем. Сегодня мы говорим о том, как вам уже с написанными картинами можно получить официальный статус профессионального художника и потом свои написанные картины продавать дороже, ну, вообще всячески, всяческую удовольствие от этого статуса получать. Поэтому картину, картину можно писать параллельно под мой разговор. Вот у меня конкретно трансформация отразилась в чем? В том, что я сдула пыль наконец-то своих картин. Причем тут были авторские, были ученические, которые были, ну, просто реплики, да, написаны на дна, вот, например, кто узнает, это реплика на Низовцева, Орликин, остальные, в принципе, все авторские. А, и это еще красная шапочка, тоже реплика написанная. Я сдула пыль с них и начала их выставлять. Выставила где могла. Сначала контакт, авито, и процесс пошел. Потом я освещала то, что я картины продаю, и получила заказ на кошку. Сначала вот на сфинксы, на лысую кошечку, потом увидели, как я рисую лысую кошечку, попросили Мохнатова нарисовать, такого королевского парня, Мэйн Куна, нарисовала, ну и как бы и дальше, дальше так и пошло сарафанное радио. И этот слайд с подтверждениями и чеками я вставила для того, чтобы, опять же таки, не быть голословной, что вот, люди покупали за разные цены. И сразу скажу, что гибкая система, гибкая ценовая такая политика, она абсолютно естественна. И она абсолютно естественна для вас, особенно в начале. Потому что есть картины, которые вы продаете своим близким, сестре, любимой однокласснице, еще кому-то. А есть, которые вы продаете незнакомым людям. И поэтому, конечно, там первая картина, которая мне просто, мне нужно было продать хоть что-то. Потому что мне уже, я устала уже от них. А я продала вообще дешево, там 2 900. Но этот человек показал картину другим людям, ко мне пришли другие заказы, и уже там я продала картину за 10. Новый заказ я взяла уже там, да, дороже. Поэтому так это и работает. Не ругайте себя, если продаете вначале дешево. Просто продавайте, а потом уже повышайте цену. Но просто каждый раз, возьмитесь за правило, ну, немножко повышать, чтобы аппетитом приходит во время еды, чтобы это чувство у вас росло. И вот то, о чем мы сегодня говорим, да, если условно пытаться начерстить пирамиду успеха художника, то в базе всего лежит уверенность. И именно за уверенностью я и пошла за официальным статусом. Именно уверенность и подкрепляется им, как показывает и мой опыт, и опыт тех, кто сейчас проходит и прошел уже мою программу. Уже пять потоков. Вот сейчас пятый поток будет запускаться в марте. И, конечно, результат, но он очень меня радует. Я честно скажу, произошел все мои ожидания по тому, насколько это востребовано, насколько это оказалось актуально. И я счастлива видеть такое количество талантливых людей вокруг. Сколько талантливых людей с чудесными картинами, которые сидят и думают, что им недостаточно, их недостаточно, что нужно еще что-то, что нужно что-то. Я говорю, давайте пробовать, давайте так, всяк, крутим, вертим, максимально презентабельно это все показываем. И есть результат. Всегда есть куда расти, но попробовать и начать можно уже сейчас. Специально создала для этого я курс. И есть ссылка у вас сейчас в описании к трансляции. Также ссылочка в чате будет. Вы можете нажать и пройти, посмотреть страницу сами. Мы сейчас не будем вместе это делать. Я думаю, там все очень-очень подробно написано. Там есть видеоотзыв, который рекомендую посмотреть всем сомневающимся. Это видеоотзыв, нарезка такая от учеников, которые прошли, и они честно, абсолютно делятся своими ощущениями и рассказывают, что им это дало, как было в процессе, зачем они вообще все это сделали. Поэтому посмотрите, пожалуйста, посмотрите наполнение программы более подробно. Там все расписано и еще можно присоединиться. У нас первая зум-встреча будет 3 марта. Официальный курс стартует 1 марта. То есть сейчас у вас тот самый момент, когда вы еще можете к нему присоединиться. Вот. Спасибо большое, Оксана. Ссылочка появилась у нас в чате. Проходите по ней. Если я больше пишу акварелью, прекрасно, Ирина, значит, вы художник, акварелист, который больше пишет акварелью. И имеете на это право. Не, забегая вперед, скажу, не имеет значения ни размер картины, ни материал, которым вы пишете. Более того, вы можете писать пятью разными материалами. У вас может быть картины акрилом, и могут быть гуашью, а могут быть графика, а может быть еще масло, а может быть еще акварель. И вы имеете на это право. И имеете право все это сочетать. Так, как вам нравится. Схема роста какая у нас? Мы художники без образования, без художественного вуза. Хватали там, сям, сям, там все. На курсе я показываю, как это все собирать, упаковывать, показывать это так, чтобы было весомо. Потом подаемся с презентацией, созданной в профессиональный союз художников. Нас вносит единый художественный рейтинг. И это значит, что вы имеете право на таблицу цен и у вас есть сертификат, подтверждающий это. И удостоверение у вас есть профессионального художника. А это значит, что у вас повышается статус, у вас официальный статус, официальный статус творческого деятеля на территории Российской Федерации. Для тех, у кого нет гражданства Российской Федерации, вы просто тоже получите все равно удостоверение, где будет прописано, что вы профессиональный художник и вы член профессионального союза художников. И это все равно дает и статус, и привилегии. И можно на английском заказывать сертификат, если необходимо. И удостоверение там на английском тоже можно. Электронную версию, я так точно. И как бы если надо, все это можно сделать. Так что уверенность повышается. Ну и естественно, как бы да, реальные бонусы. Сейчас быстренько пробегусь, расскажу какие. Вопрос от Веры. Сколько уровней в рейтинге художников? Хороший вопрос, Вера. Про рейтинги я тоже подробно там в программе уже рассказываю. В рейтинге 10. 10 ступеней. Начиная с самого там новичок, любитель, ученик. Нас интересует, конечно, шестая категория. Шестая, пятая. То есть это профессиональный художник. Вот, это та категория, на которую нужно целиться. Именно для того, чтобы ее получить, нужно максимально хорошо проанализировать и представить свой материал. Как именно я рассказываю, как это сделать. Прямо поэтапно, шаг за шагом все это рассказываю и показываю. Чтобы вы получили не статус, например, любителя, ученика, а получили статус профессионала. И это дало вам вход уже в другие привилегии. Быстренько сейчас пробегусь. Буквально. Не хочу много времени тратить. Итак, мы с вами заболтались уже хорошо. Что дает членство в союзе? Ну, как вы уже поняли. Я сказала, у вас вот такая надпись будет. Я держу удостоверение в руках. Надпись такая вот, что членство в профессиональном союзе художников дает право на все льготы, установленные для профессиональных творческих деятелей. Понимаете? То есть тут даже нет ограничения гражданства. К большому счету у вас вот есть с печатью официальное удостоверение. Это моя рука радостная около кассы русского музея. Вот, пожалуйста, бесплатный билет. Вы можете ходить. А это не моя рука. Это рука ученицы Ольги, которая в Калининграде. Вот в музей тоже сходила по своей свежей корочке, пройдя мой курс. Это работает. Действительно пускают бесплатно. Это ваше право. Также вот дают скидки на материалы в художественных магазинах. То есть как минимум 10, 15, где-то 20 особо ущедрых магазинах дают скидку по корочке. Причем даже если нет надписи об этом около кассы, вы просто подходите с удостоверением и показываете. У меня вот есть удостоверение о союзе художников. У вас есть скидки для союза художников? И, как правило, всегда есть скидка. Вот. Мелочи приятны. Потому что даже, да, если ты покупаешь тюбики краски, они сейчас там по 500 рублей стоят некоторые. Там цирулиум какой-нибудь, не дай бог. И вот, пожалуйста. По 50 рублей из тюбика сэкономил, так это считай, там два купил, третий в подарок. Так что эта вещь полезная. Ну и еще есть такая вещь, как медпомощь. То есть, например, в Петербурге есть поликлиника номер 40 для творческих работников. И вы в своем регионе тоже можете погуглить, какая именно у вас предусмотрена помощь для творческих работников. Можете есть санаторий, можете есть тоже поликлиника. И туда можно обратиться. Я вот в эту поликлинику звонила, спрашивала с этим союзом, можно с такой корочкой оформиться? Они говорят, да, можно. Это приятно. Потому что там все-таки все равно другой подход. Именно для творческих людей такая особая история. Про продажу картин, в принципе, я сегодня уже рассказала, не буду долго задерживаться. Что у вас есть таблица рекомендованных цен, которой вы пользуетесь. И у вас есть сертификат, который вы прикрепляете к картинам. И, конечно, они продаются дороже. У вас есть возможность, так как у вас есть сертификат и фотографии корочки, вы всегда их можете послать вместе с заявкой на выставку и подтвердить, что вы профессиональный художник. И вашу заявку примут на профессиональную выставку. Это больше возможностей. Плюс сам союз еще рассылает тоже с приглашениями по почте. Рассылку можно участвовать в выставках для профессионалов. Это более престижно. И картины, конечно, там продаются и за другие цены. Арт-дачи, арт-резиденции. Многие об этом, кстати, не знают. Я для курса специально приготовила 16 страниц у меня получилось с мелким почерком. Просто погуглила, какие у нас сейчас есть арт-резиденции, арт-дачики, конкурсы, гранты, где можно использовать свой этот статус. Вот, например, по бокам. Это Севастополь, Крым, Балаклава. То есть вы можете, обладая статусом профессионала, со своими льготами творческого деятеля, позвонить и договориться, что вы такой-то, такой-то хотите там приехать. И либо, вот, например, в нижнем правом могут быть фотографии из ВИКСы. В ВИКСе есть арт-резиденции. Они вообще дают гранты по 30 тысяч на реализацию своего проекта. Плюс бесплатное проживание у них там в апартаментах с отдельными всеми удобствами. Вы приезжаете туда, погостить, реализовать свой проект, пообщаться с другими людьми, сейчас модно говорить, коллаборироваться и познакомиться и реализовать какую-то свою задумку. Например, задумали какую-то серию нарисовать, обосновали это, да, и вам еще грант на это могут дать. И это не шутки, это действительно возможно. Можно съездить в Крым, если не бесплатно, что хотя бы с большой скидкой. Потому что у вас, грубо говоря, вот, вам как творческому деятелю положено, это проживание льготное, вот там-то. Можно еще познакомиться с кем-то, мастер-классы провести, заработать, или, наоборот, у кого-то другого мастер-классы взять, обменяться опытом. Поэтому это очень-очень здорово. Это, на самом деле, возможность, которой мало кто пользуется, ее недооценивают, но это вот такая социальная инициатива, которая реально, которая возможна, специально есть субсидии этим организациям, чтобы они поддерживали творческих деятелей. А творческие деятели – это вы. Но осталось только это подтвердить и начать пользоваться всеми этими льготами. Ну, опять же таки, вот, конкурсы и государственные, и частные. Сегодня Елена писала в чате вот про галерею старых, да, это яркий представитель сейчас современной частного такого меценатства. То есть просто там по 700 тысяч рублей он разыгрывает, миллион можно выиграть у него. Но, опять же таки, в своем конкурсе такие большие денежные призы он дает только профессионалам. Чтобы принять участие в конкурсе, например, вы делаете эскиз, вернее, даже нет, сначала вы подаете заявку. Вы пишете, кто вы, что вы, как вы, и вы прикрепляете, там, пишите, я свой статус, вы, да, если надо, вы подтверждаете. И как профессиональный художник вы имеете право претендовать на участие в конкурсе, потому что делаете эскиз, присылаете работу, и вполне возможно, можете выиграть. Список конкурсов и грантов – это все на сайте Министерства культуры или просто в интернете ищется по запросу, они постоянно обновляются. Из такого эфемерного – это новые связи, полезные знакомства, идеи, проекты, ну и главное – это новый статус, о котором мы сегодня говорили. Так что, если интересно, пожалуйста, проходите по ссылочке сейчас и оформляйте заказ. И еще, если вы оплатите в эфире, будут бонусы. Я сейчас медленно к этому подбираюсь, сейчас покажу. Если кто-то уже оформил, оплатил, то, значит, вам тоже этот бонус будет доступен. Но перед этим я еще расскажу, что вот вы сможете ставить высокую цену на свою картину. И быстро, сейчас наглядно покажу вам, как это делать. Это та самая таблица рекомендованных цен, о которой я говорила. То есть, это не шутки. 750 долларов может получить художник категории профессионала. Да, вот 6В, возвращаясь к языку рейтинга. Причем не нужно расстраиваться, например, что «Ой, 6». Нет, это наоборот хорошо. Там нумерация идет наоборот. Самый высший рейтинг – это единица. Но единицу на неживущем вообще не дают. Ее дают практически посмертно. То есть 2-3 – это такие небожители. Но вот 6-5 – это очень хороший рейтинг, который вполне реально можно получить. И вот художник категории 6, он может 750 долларов просить за свою работу размера 50 на 50 сантиметров. Как это работает? Есть 4 техники. Вот это вопрос о материалах. Кто спрашивал? Вам нужно просто понять, в каком материале вы работаете. В какой технике написана эта ваша работа. То есть первое, например, это масло. Да, останковая живопись монументальная такая. Это масло. Первая техника, значит, у вас. Если вы работаете акварелью, пастелью, гуашью, полихромные такие техники, значит, у вас вторая техника. Для себя это запоминайте. Если вы работаете в графике, там, монохромной технике, карандаш, графика, тушь, значит, у вас третья техника. Ну, четвертая техника – это больше такая вот литография, фото. То есть, скорее всего, у вас будет либо первая, либо вторая, либо третья техника. И потом, вот она таблица, как она выглядит. Все это есть в материалах курса. Там же подробно слайды, как с ней работать. Вы смотрите ваш рейтинговый номер. И как в таблице умножения находите вашу цену. Например, у вас шестой рейтинг. И там первая техника. Вы пишите маслом. Это значит, что 750 долларов вы можете ставить цену на свою картину размером 50 на 50 сантиметров. При условии, что вы профессиональный художник. И у вас есть подтвержденный статус. Вот зачем мы все это делаем. Если у вас картина меньше, чем 50 на 50, значит, нужно сделать просто поправку на размер. То есть, мы берем рейтинговый номер, берем технику, берем цифру, которая у нас получается рекомендована, и делаем поправку на размер. То есть, да, ну вот, я, например, считаю тут наглядно. Если у вас, например, картина 60 на 40 сантиметров, да, а цена у нас на 50 на 50 указана, рекомендованная, значит, нужно просто взять, вспомнить математику, вычислить площадь своей картины, да, умножить ширину на длину. То есть, там 60 на 40 умножаем, получаем 2400. И делим мы меньшую сумму, 2400, вашу, то есть, вашу, да, ваш размер картины делите на рекомендованные 2500 сантиметров квадратных. Получаете эту поправочку на размер, умножаете. И вот у вас получается, что если вы художник категории 6В, и у вас холст масла размером 60 на 40 сантиметров, вы можете ставить за 720 долларов. Мне кажется, очень приятное, сразу ощущение возникает от этого. Вот. И самое главное, что, что вот и сегодня мне хотелось до вас донести, вдохновить вас, что если у вас нет профессионального образования, это ничего страшного. Если у вас нет внушительного списка выставок и продажи своих работ, это ничего страшного. Это абсолютно не значит, что дорога закрыта, и нет возможности, и вы не можете всем этим воспользоваться. Нет, это значит, что всё вы это можете сделать. Для этого главное – желание и ваши работы. Причём работы минимум 10, да, говорим сейчас о конкретных вещах, минимум 10 работ. Ну, 10 работ, я думаю, можно найти. То есть вас привлекло название, например, этого эфира. Вы об этом уже думаете. Значит, что у вас, ну, явно у вас есть 10 работ. Вы не вчера начали писать. Конечно, в первую очередь интересуют авторские работы. Но если есть работы по мастер-классам, которые написаны, которыми вы гордитесь, вы знаете, что они хороши, значит, их тоже можно и нужно показывать. И я проведу вас от А до Б коротким путём. Вот на этом слайде показываю программу. Более подробно с программой вы, пожалуйста, ознакомьтесь по ссылочке, которая в чате была, которая в описании. Там всё подробно, наглядно разложено. Здесь просто вот быстро, да, пробежимся, что есть видео, где я теоретически рассказываю, какой материал собираем, как, зачем, что. Всё, настраиваю. Настраиваю, даю инструкцию. Плюс материал по работе с программой PowerPoint. Мы работаем в программе PowerPoint. Если нету PowerPoint на компьютере, у меня сейчас был опыт, что ученица воспользовалась Google презентациями, это онлайн-сервис. В принципе, по аналогии там всё понятно тоже получилось. PowerPoint вообще хорошая программа. Учу работать, делать в ней презентации. И мне потом пишется обратная связь, что даже на основной работе человек стал делать лучше презентации, и его начальство похвалило, примировало. Но это, правда, очень полезный навык, уметь делать презентацию. А себе презентацию делать тяжело. Именно поэтому мы делаем её вместе, для этого нужна поддержка. То есть получается, кстати, вопрос о поддержке. У вас есть теоретические видео, есть практические видео, как это собирать в PowerPoint. Я там показываю всё на примере, на живой презентации, которая уже прошла там в Союз. Я показываю, какие бывают варианты. Прямо слайд собираем поэтапно, вот пункт за пунктом. Даже если вы никогда не работали в этой программе и никогда не делали презентации, у вас всё получится. Получается у людей, которые там в 70 лет первый раз в жизни открывают компьютер и идут работать в PowerPoint, у них получается. Всё, это факт, это доказано. Четырьмя потоками уже людей. Вот, Елена в чате. Какая же я умница, что прошла этот курс. Да, Елена, вы умница, действительно молодец. У Елены получилось всё. Хотя она с презентациями до этого тоже не дружила особо. Также, да, по поводу поддержки. Есть блок психологической самопомощи. Там ещё. И я рассказываю там более подробно о каких-то моментах. Вот сегодня мы затрагиваем с вами психологию. И раз она действительно лежит в базе, я там рассказываю, что нужно отвечать, когда просят картину продавать бесплатно. как не обесценивать себя. Рассказываю про то, если страшно выставляться, что делать. Какие вообще бывают выставки онлайн, оффлайн, как их отличать, куда нужно вписываться, куда не нужно. Потом будем говорить про... ну, проще, про ключ к вашей такой вот уверенности внутренней, да, где-то точку опоры найти, как её развить. Плюс ещё... Там минутка самопомощи есть. Если вот вдруг отчаяние какое-то нахлынуло в момент прохождения курса, значит, надо это видео смотреть. И вопрос, что делать, если отказали, тоже я записала там отдельное видео. Но, опять же-таки, забегая вперёд, скажу, не надо расстраиваться и не нужно сразу думать, что вам откажут. То есть здесь собрана вся информация, чтобы у вас получилось максимально хорошо представить информацию о себе, максимально просто при этом, да, легко, доступно, всё записано. И опыт людей показывает, что это возможно. Это работает. Это не что-то такое за гранью. Поэтому и у вас тоже получится. Не нужно сразу настраиваться на отказ. Но нужно себе сразу сказать, что есть план Б. И отказ – это не страшно. Количество пыток не ограничено. И оно бесплатно. И вы уже будете знать алгоритм, вы будете знать, что делать и как делать. И дело за малым останется. Ведь зная алгоритм, намного проще дойти до цели. Плюс ещё есть тут в программе также лекционный такой материал более. Я рассказываю подробно, что такое единый художественный рейтинг, какие бывают союзы, какая законодательная база есть, ну, как бы официальная, что вам нужно знать, как творческому деятелю официальному теперь. Какие льготы ещё раз, поддаётся ещё раз, всё это там показываю. чтобы, ну, как бы такой ликбез провести теоретический, всё-таки вы становитесь официальным творческим деятелем. И на самом деле звучит это гордо. И нужно какие-то моменты у себя в голове уяснить. Сколько максимум работ представлять, спрашивает Елена. Елена, ну, верхний порог, я так подозреваю, ограничен рамками разумного. Это, кстати, на самом деле актуальный, частый вопрос. И обычно, как это происходит? Вы мне показываете презентацию в три этапа, и вот мы там уже по факту смотрим, как это воспринимается. Потому что бывают какие-то работы, нужно показывать крупнее. И я говорю, так, вот на этом мы делаем акцент. Вот это хорошо получилось. Здесь вы молодец. Это мы делаем крупно. Так, вот эти две, мы мелко. Это я, конечно, утрирую. Но есть работы маленькие, да, которые можно две-три положить на один слайд. И они будут нормально смотреться. Есть какие-то крупные, авторские, классные, на которых мы хотим в первую очередь сделать акцент. И поэтому я могу сказать, что, знаете, может быть там 30 работ, 40 работ. Но если это 30 работ на одном, там, да, каждая по одному слайду, может быть, много. А может быть, у кого-то там какими-то коллажами все это вставлено, и 50 работ влезет. То есть это нужно смотреть индивидуально. И это зависит от того, сколько у вас вообще работ. То есть если у вас, например, работ написано, там, 100, да, и много этим занимается, то мы, значит, это так оформляем. Мы пишем, что вот, вообще-то пишу, сколько-то, столько-то. Больше там такого-то количества работ написано. Но не значит, не значит, не значит, пардон, я уже заговариваюсь. Это не значит, что надо вставлять все 100 штук, чтобы им что-то доказать. Нет, вставляем мы только то, что надо вставить в первую очередь, и мы это там обсуждаем. Также, вот, быстренько закончу, да, сопроводительные материалы у вас там будут. Это памятка, анкета, которую нужно будет заполнить. Мы ее вместе заполним на Zoom-встрече. Памятка, что, куда там слать, список резиденций, список онлайн-площадок и для выставок, и не для выставок, и законы, таблицы. Даже шрифты я там даю, если захочется вам красиво, красивости навести. Вот у вас будет бонус, это онлайн-площадки продаж, и, как я уже говорила, психологическая самопомощь. Это такой полезный, в принципе, блок, для всех полезный. Вы не будете одни. Это первое, что надо запомнить, что у вас там будут две онлайн-встречи в живом времени, 3 марта и, по-моему, 24 марта, то есть в начале и в конце месяца мы встретимся, на последнем мы вместе анкету поймем, как заполнять, и у вас будет чат в Телеграме, там буду я, там будет сервис-менеджер, там будут ваши однокурсники. Это очень живое место, которым нужно пользоваться, и я призываю вас всегда пользоваться этим ресурсом. Там нужно знакомиться, можно объединяться, делать выставки оффлайн, онлайн, не знаете, что делать, так, не знаю, что делать, кто где участвует, кто где участвовал, что посоветуете, сразу вам накидывают живые ссылки, я что-то скидываю, ученики скидывают, делимся информацией. Ну, то есть на любые вопросы можно задать там, получить там ответ, задать, поделиться тем, что вас беспокоит, и получить поддержку. Чат – это очень полезно. Там вы такие связи можете обрести, которые вам потом, знаете, после окончания программы, через месяц вы там все это пошлете, забудете, а связь останется, дружба останется, да, вот эта связка останется. Вот, спасибо большое, Елена, Елена пишет в чате. Вся прелесть курса в том, что он доступен в течение года, можно вернуться, уточнить какие-то моменты. Это реально здорово, очень рекомендую тем, кто хочет развиваться. Спасибо большое, очень-очень приятно. Так, у вас обратная связь будет, три этапа тоже, как я говорила, видеоразбор я записываю, вы делаете блок, то есть у нас там по шагам получается блок о себе, блок с работами, и блок творческой деятельности. Я показываю, как это все заполнять, на зум-встречах я показываю вам примеры реальных работ, разных, чтобы вы понимали, как презентация выглядит тех, кто уже 100% уже вступил, это уже презентация вступивших людей, вы увидите, на что можно ориентироваться. И вы получаете от меня обратную связь, вносите какие-то правочки, если это надо, то обратно присылаете, и таким образом у вас поэтапно собирается презентация, на последней зум-встрече мы уже заполняем анкету, и вам остается только это все уже отправить. Плюс у вас будет бонус, у вас будут записи прошлых встреч. Не буду тратить ваше время зачитывать вам все эти простыни текста, просто вот это отзывы живых людей про поддержку, про то, как важны зум-встречи, про то, как вообще здорово чувствовать поддержку от меня и от своих сокурсников. И вот Антон, яркий пример того, как мы бороли вместе прокрастинацию, он хотел, вот это классическая тема, хочу сказать, чтобы моя презентация, вот, еще полгодика дать ей, хочу отстояться, вот пишет Антон, добавить что-то там, там, поразмыслить над формулировками, я говорю, слушайте, Антон, я уже не выдержала, говорю, что изменится за полгода в вашей жизни, давайте сейчас решать. В общем, я ему подсказала еще раз, что можно переформулировать, так, сяк, и он молодец, он все-таки отправил ее, и было очень приятно потом увидеть, что результат он получил, его приняли, и он был удивлен и счастлив. А это слайды, где много отзывов о чате, именно о вас, о том, что вот эти единомышленники, творческая среда, она очень помогает, и действительно в чате много полезной информации, ссылок, общения, поддержки, это очень здорово. А вот так выглядит то, как я даю обратную связь, это вот, кружочек, мое лицо, ваша презентация, видеоразбор записываю, это вот, спасибо большое тем, кто писал эти отзывы, это обратная связь, после обратной связи, да, что действительно очень, очень окрыляет. Иногда, когда ты видишь и слышишь о себе обратную связь, которую ты не ожидал, потому что мы любим себя критиковать, мы себя часто обесцениваем, и когда получается инвентаризировать свою творческую деятельность, ты сам начинаешь смотреть на себя другими глазами. А это готовые презентации, которые я делаю под ключ на VIP-пакете, к сожалению, там почти уже все места заняты, осталось одно, но я все равно вам покажу. Вот такие презентации я делаю после созвонов индивидуальных, то есть, получается, я созваниваюсь с человеком, делаю презентацию, потом еще раз созваниваюсь, уже заполняем анкету, он отсылает. А всю работу я беру на себя. И вот, кстати, это Марина с корочкой, та самая, которая писала мне дама-генерал, и которая продала картину меньше, чем за 24 часа после нашего созвона. Вот ее довольное лицо уже с удостоверением. Вот, так что очень-очень приятно. Тоже ее отзыв. Отзывы, кстати, вы можете прочитать еще реальных людей, пройдя по ссылке в описании или в чате по ссылке, пройдя на странице курса, там все-все представлено. И то есть, цель презентации, да, это получить максимально возможный рейтинг. И когда я это делаю на VIP-группе, это стопроцентная гарантия, но осталось всего вот одно место, или вы можете взять вариант вместе веселее и вместе это сделать с обратной связью. И я тоже скажу, что очень-очень высокий процент, ну, я просто не люблю давать стопроцентную гарантию, не люблю, потому что мне кажется, что, ну, тяжело вообще давать стопроцентной гарантии в мире на что-либо, но без ложной скромности скажу так, что не было еще ни разу отказа, если мы с человеком работали, я видела его презентации, он мне показывал, я давала обратную связь, он правил, и то есть все, он у меня выпускается с презентацией, с анкетой, или с четким пониманием того, что там ему нужно на какой-то слайд ставить, и не было еще ни одного отказа, так что программа работает, и результаты это доказывают. Туда входят, получается, все-все учебные видео, которые я называла, две Zoom-встречи и три типа проверки домашних заданий, и у вас, и все сопроводительные материалы, и у вас, получается, этой весной уже может быть новый статус, в среднем где-то месяц занимает рассмотрение, то есть вы, например, шлете это в конце марта, в апреле, вам уже приходит заветный, заветный ответ, и можно заказывать себе по почте. Почтой отлично все доставляется, доставляется это в разные уголки, у меня только что ученица была из Америки, ей в Америку это все прилетело, из Германии, как бы, ну вот, вообще, ничем, Восточная Европа тоже вся уже охвачена нами, ничем не ограничивается география никакой, то есть можно получить это по почте, где бы вы ни находились. Ну и также вот на среднем пакете есть чат в Телеграме, сертификат, что тоже очень приятно и полезно. Есть вариант для самых самостоятельных, и это если вы хотите без привязок к чему бы то ни было приходить, и я тоже все равно даю блок самопомощи психологической, чтобы вы себе сами помогали, вот есть вариант самостоятельный для тех, кому это больше нравится. Ну, дальше идут уже такие отзывы, это вот Татьяна, что хочется мне сказать, наверное, в первую очередь, ее пример, я очень порадовалась, как искренне она написала отзыв, я оценю искренню обратную связь, я вообще очень ценю обратную связь, спасибо большое всем, кто и в чате сегодня пишет, и всем, кто вообще по курсу, по-моему, дает обратную связь, это очень ценно, видеть живой отклик. И что мне понравилось, мне понравилась ее честность, я хочу поделиться своими впечатлениями, пишет Татьяна, купила ее под действием мотивации во время эфира, и на следующий день я была в шоке от своего безрассудства, куда мне, но куда деваться с полводной лодки, решила все-таки пройти обучение, и после первого задания втянулось, стало интересно, как-то собралось и понеслось, две выставки, о чем я даже не мечтала, то есть вот, опять же таки, да, вижу цель, иду к ней, мы обсуждали, она сделала выставки, на которые она бы не решилась без этого волшебного пиночка, я почувствовала уверенность в себе, пишет Татьяна, ваши разборы и посыл, что все возможно, подстегивали к движению, отправила анкету и даже если я еще не достигла уровня профессионального художника, это не будет для меня разочарованием в этом курсе, я очень довольна, потому что взглянула на себя по-другому, но забегая вперед, скажу, что там хорошая история с хорошим концом, накануне дня рождения своего Татьяна очень быстро даже получила от комиссии ответ о том, что она принята, и ей дали статус профессионального художника, и это было великолепным подарком ей на день рождения, так что вот, все возможно, а это как раз история Елены, которая рассказала уже, которая взяла кредит, вот она пишет, меня убедили ваши слова на вебинаре, я посмотрела несколько эфиров в течение года, побывала на всех, думала, все не про меня, но решила, и вот решилась она взять кредит, когда начала делать презентацию, меня так распирало от счастья, что я ему призналась, после первого разбора он смотрел на меня такими глазами, и все разборы посмотрел, муж, с огромным удовольствием, а когда я отправила документы, сказал, что никогда бы не поверил, что это все реально, и что это возможно, вот эта оценка уж мужа, но действительно дорогого стоит, обычно мужчины, они как бы такие скупые на похвалу, так что, пожалуйста, сейчас проходите по ссылочке в чате, проходите по ссылочке под трансляцией, и еще есть возможность у вас выбрать вариант участия, который вам интересен, который вам лучше всего подойдет, и воспользоваться им, тем более, есть вариант рассрочки, на две недели, 50 на 50, без всяких переплат, и если вы сейчас возьмете даже рассрочку, вы все равно сможете воспользоваться бонусом, который я для вас подготовила, специально, чтобы отблагодарить вас за ваше внимание, за ваше время, в субботу, так вот собраться, вы получите минус 20%, это скидка на другие курсы школы, которые вы можете воспользоваться в будущем, и также онлайн-встречи с экспертом, как лучше отобрать свои картины для комиссии, это важный вопрос, и вот Надежда Ильина, профессиональный художник, как раз автор курса «Свобода», я надеюсь, что многие, кто со свободы нас сегодня смотрят, потому что мне хочется вас порадовать, сказать, что после свободы для вас открываются многие двери, и у меня есть такие, подтвержденные уже примеры учеников, которые после свободы очень быстро со мной поработав, получают легко этот официальный статус и идут дальше, покорять уже новые высоты. Надежда проведет эфир вместе со мной и посоветует, как же лучше отбирать картины для комиссии, и будем немножечко говорить про авторство и про то, как вам анализировать свои картины, чтобы при работе, при заполнении второго блока было проще и интереснее. Эти два бонуса работают для тех, кто у меня сейчас проходит по ссылочке и оплачивает или берет рассрочку и оплачивает первый платеж. Так что проходите, пожалуйста, по ссылке в описании, проходите по ссылке в чате и до встречи на курсе. Что еще хочется сказать? Много, на самом деле, сегодня уже сказала, почти два часа мы с вами общаемся. Я буду очень рада ответить на ваши вопросы. Если они у вас есть, пожалуйста, задавайте в чате. задавайте в чате и последние, давайте там, минут пять-десять потратим именно на живое общение, потому что у меня еще очень много отзывов, очень много, но я думаю, что интереснее будет потратить время. О, Ирина, спасибо большое. Хочу полную, уже оплатила полностью, хочу бонус. Хорошо. По поводу Zoom-встречи информация придет отдельно, как только я сейчас с Надеждой время обговорю, мы обязательно проведем этот Zoom-созвон, а по поводу скидки это нужно себе там тоже, да, взять на вооружение и в следующий раз просить, у нас есть отдел сервиса, можно им написать, чтобы вас на карандаш взяли. То есть все, честно, вот, чудесный наш как раз фея сервиса, Оксана пишет вам, что, Ирина, бонусы все с вами. Так что все, кто сейчас оплачивает даже первый взнос, рассрочку, все получают, вот, например, если вы берете средний пакет, то вот все перечисленное сейчас на экране вы получаете, плюс бонусы, скидку и онлайн-встречу. Вот Людмила тоже с недавнего потока у меня ученица, которая вступила и поделилась таким чудесным инфоповодом. Еще хочу сказать, что возьмите все от процесса прохождения и от получения, возьмите все. Как сейчас модно говорить, инфоповод, это важно. И ваш образ профессионального художника должен формироваться, и он, конечно, должен формироваться вашими руками. Поэтому, если вы получаете статус, освещайте этот процесс, потом получили, обязательно сфотографируйтесь красиво, сфотографируйтесь, выложите у себя в социальных сетях, выложите там, где вы выкладываете фотографии, скажите, все, я профессиональный художник, вот моя фотография с удостоверением. В честь этого делаю распродажу и распродайте свои картины старые, чтобы наполнить новыми. Спасибо за курс, хорошая новость относительно Беларуси. Да, Елена, хорошая новость, что берут не только с российским гражданством, берут и иностранных граждан. Так что, давайте, жду ваши вопросы. Всего два дня вам нужно будет посвятить на Zoom-встречи и три этапа обратной связи получить, чтобы этой весной уже у вас могло получиться новое ощущение себя. И вы действительно не сэкономите, как может казаться. Если вы сейчас откажете каких-то возможностей, сейчас нужно потратить на это время, силы, на это нужно потратить деньги, но это все к вам вернется. Вот, например, Сергея Кузнецова очень люблю приводить в пример. Он научился писать портреты, потратил на это деньги, время, силы. И потом он стал, он живет не в Петербурге, не в большом городе, и он стал зарабатывать такую маленькую приятную себе премию к зарплате, как маленькая зарплата. Вот, в нашей провинции цены отличаются от ваших, это ровно как, ну там, ровно как из-за рата, но ради своего роста можно искать альтернативу и договариваться. Сейчас пишу на Термор в технике старых мастеров тоже на заказ. Вот, поэтому можно сказать, что заказы идут. Вот я это читаю из его отзыва. То есть ему пришел заказ, напишите портрет в какой-то необычной там манере. Он решил написать старинный. Написал, получил еще один заказ на портрет и на Натюрморт получил заказ. А если бы он это не освоил и не потратил свое время на это силы, деньги, он бы не мог воспользоваться этими возможностями. Так и со статусом. Вы его получаете и вы получаете намного больше на самом деле чем просто корочка. Вы получаете внутреннее самоощущение. Это такое начало трансформации, которое очень много потом может дать вам вообще по жизни. И к вопросу о возрасте, кстати, сегодня почему-то не спрашивают про возраст, обычно спрашивают, что вдруг не рано, вдруг не поздно. Обычно, когда говорили про поздно, я всегда рассказывала историю бабушки Мозас, которую я начала писать в 76. И там первую выставку у нее была 80 лет. Но теперь у меня есть своя история про чудесную Людмилу, которая была у меня на VIP-пакете. Ей 82 года. И она, конечно, была сама в восторге от своей авантюры, как она ее называла. Она решилась и у нее получилось. И самое приятное, что мы с ней когда созвонились в первый раз, для нее вообще это все было, конечно, в новинку, столько техники, созвон. Мы созвонились, и она призналась, что у нее нет выставок. И я ей рассказала про онлайн-выставки. У нас там на курсе есть список онлайн-площадок выставочных, с которыми можно начать. И она очень серьезно к процессу отнеслась. И за время прохождения, за месяц, она разослала заявки везде, где ей захотелось. Это 10 выставок. Потом, ну, у нас на VIP-е чуть-чуть подольше, там я могу делать презентацию, идти навстречу. И мы, в общем, два месяца собирали ее презентацию, дождались все сертификаты, которые нужно дождаться. И это просто, это очень внушительный пример того, что если человек хочет, то он делает. И вот, пожалуйста, насчет поздно. 82 года. Новую жизнь начала. Предстала в новом свете. Это ее отзыв. Кстати, высокие рейтинги дали уже сложившегося профессионального художника. И говорит, что? Ну, мне, говорит, вся эта ситуация невероятно приятна. Я, наконец, решилась поделиться этим с близкими и родными. Все просто обалдели. От столь неожиданного как бы, да, переоплощения. Вот. Поэтому это к вопросу опознан. А к вопросу Арана самая самая молодая ученица у меня на курсе это вот Стефания чудесная. Ей 12. И она тоже. Она решила сразу пойти. Зачем? Вот чем мне понравился ее подход? Она решила сразу пойти, чтобы понимать, в каком направлении ей двигаться. И да, по возрасту она еще не может претендовать на профессионального художника только по возрасту. Но она уже четко понимает, что ей необходимо. И это помогает ей намного быстрее развиваться. Почему-то при оформлении у меня нет кнопки о политике и консистенциальности. Не пускай дальше. Попробуйте зайти через другой браузер, возможно. или обновите страничку, как советует наш сервис. За сколько последних лет должны быть выставки? Вообще все выставки, которые вообще были в вашей жизни. Вспоминайте все. То есть нет такого срока давности. Если у вас, например, пять лет назад была выставка, то мы о ней не говорим. Говорим. Но, конечно, будет здорово, если мы покажем это все в ретроспективе. Были изначально выставки такие, 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 там такая-то творческая деятельность, а вот там последний год была вот такая вот творческая деятельность. И как бы это не значит, что старые выставки не имеют смысла, их не надо показывать. Надо, все надо показывать. Количество попыток, как я говорила, уже не ограничено. Ну и вот закончу. Давайте уже не будем все слайды досматривать. Их очень много. А мы с вами уже много болтаем. Зовите на выставки, больше не боюсь. Когда я эти слова в чате прочитала, у меня все внутри, знаете, так вот затрепетало от радости. Я думаю, боже мой, это тот самый эффект, который вот хотелось, чтобы он был достигнут. Потому что Нина, она человек такой очень лаконичный. В чате не сильно участвовала, но как бы следила за всем. И вот она говорит, я тоже теперь, тоже в Союзе пришло сегодня письмо. И потом началось как раз обсуждение выставок, кто куда идет, кто куда потом пойдет. Делятся люди ссылками. И вот ее вот это вот лаконичное спасибо, зовите на выставке, теперь не боюсь, это очень дорогого стоит. Потому что, как сами же и пишут ученики, что действительно неуверенность сильно тормозит в развитии. И это то, с чего мы начали. Это то, с чего мы начали. С того, что хочется мне дать вам уверенности. Такой вот реальный инструмент, причем не голословной уверенности, а именно инструмент, которым вы можете воспользоваться, получить такое позитивное подкрепление извне, официальное, реальное, и эту свою неуверенность превратить в уверенность. И начать получать и удовольствие, и реальные дивиденды с этого. Анна пишет. За 6 лет написано 180 картин, продано 30. Одна шестая. 6 лет, обалдеть. 180 картин. Слушайте, ну вы просто молодец. Браво. Я не думала о таком количестве. Выставок 4. Вашей школе низкий поклон. Прекрасно. Слушайте, но при таком количестве картин вам нужно их больше отпускать. Я помню, мы с вами переписывались, что у вас и благотворительный проект есть. Да, это это очень на самом деле сильно. Если у вас такая, можно сказать, плодовитость, автор, если у вас так много картин, это значит, что есть много чего есть сказать миру. Многим хочется поделиться. И нужно как можно больше этого всего отдавать, давать, 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 чтобы поток пошел. Выставок нужно больше. С таким количеством картин, мне кажется, вы можете маленький музей завесить. Так что вот над выставками нужно подумать. Конечно, сейчас время, как обычно, непростое, но может быть, оффлайн есть возможность где-то показать свои работы и таким образом тоже миру о себе рассказать. Спасибо большое за отзыв, спасибо большое, что написали. Так, ну что, господа, давайте еще пять минуточек на вопросы. Мне очень хочется с вами пообщаться, очень хочется, на какие-то реальные вопросы поотвечать. Хотя я, конечно, попыталась максимально полно все осветить. и может быть, поэтому, конечно, нет вопросов, но на самом деле я призываю вас все равно не стесняться. Если что-то есть, можно, может быть, на какую-то другую тему вам что-то хочется у меня спросить. Спрашивайте. Если что, в любом случае вы можете подписаться на мой инстаграм и когда вопросы появятся задавать мне их там. Ссылочка есть в описании, так что подписывайтесь, пожалуйста. Я всегда стараюсь максимально искренне отвечать, максимально полно на ваши вопросы. Ну вот это фотографии просто людей, которые, да, уже не буду зачитывать, получили за все эти потоки уже, да, год, получается, программа работает. И я рада от того, что она работает, действительно работает. И что эффект есть, много, много радости, много счастья, много пользы можно получить, используя такие возможности, о которых я сама до недавних пор не подразумевала. Что вообще-то можно дерзнуть, набраться смелости, претендовать на официальный статус, получить его, получить реальное подтверждение и пользоваться им, и удовольствие от этого тоже получать. так что вот. Давайте будем закругляться. Попрощаюсь с вами лицом. Вопросов не вижу. Вот смотрите, вот так выглядит удостоверение. Вот оно, такая вот корочка засвечивается. с ним подходишь к билетерше в музее, она смотрит на тебя как на таможене очень внимательно, но пропускает. И это каждый раз очень приятно. Так что, да, все, смотрю в чат, нет вопросов, но я рада. Значит, я все объяснила. Буду так для себя делать вывод, да, да, это ваш билет, входной билет и новый уровень, как подмечают в чате. Спасибо большое. Действительно так. Вот, я очень благодарна вам за то время и внимание, которое вы уделили сегодня нашей встрече. И я надеюсь, она была полезна для вас и что цель, которую я поставила в начале, в первую очередь, вдохновить вас и развлечь, да, немножечко, можно сказать, отвлечь, дать такой хороший импульс. Она достигнута и вы вдохновились и моим примером и примером реальных людей. То есть, что хотелось? Хотелось расширить картинку мира и показать, это возможно, это реально, и ты сам себе это можешь дать и сам от этого получить удовольствие. Потому что кто бы что ни говорил, ну, а зачем, если не для удовольствия, зачем, зачем мы что-либо делаем, чтобы все-таки удовлетворять свои потребности. Хотя для кого-то можно эгоистично звучать, но если широко посмотреть на мир в целом, человек такого существа, которому постоянно что-то нужно. И жизнь, она вообще непростая штука. Ну, зачем проживать ее в печали, когда хочется закончить на какой-то хорошей ноте. Ведь мы же можем себе делать лучше. Мы можем, на самом деле, это в нашей власти, делать себе приятнее, делать себе лучше. И не надо недооценивать вот эту эфемерную сторону самоощущения. Да, то, что мы сегодня все говорили о статусе, это же все эфемерно. Тяжело, подходя вот корочку, слава богу, ее можно потрогать, она реально. Но тот эффект, который внутри начинается, он абсолютно, абсолютно неосезаем, но очень, очень весом. Так, так, спасибо за позитив. Спасибо большое. Можно не по теме нейрографики обучаете? А, да. Да, нейрографики обучаю. Я прошла обучение у Павла Пискарева, это создатель метода. Вот, я специалист нейрографики и могу, могу ей обучать. Спасибо большое. Спасибо большое, Виктория. Вам спасибо большое. Я очень рада с вами увидеться, пообщаться. Я вас обнимаю. Желаю вам творческих высот, хорошего дня, хорошего вообще настроения. Поддерживайте себя, заботьтесь о себе, берегите себя, пишите картины, созидайте. Ну, и пусть это приносит вам удовольствие и реальные дивиденды. И я, конечно, желаю всем вам получить статус профессионального художника, потому что я сама ощутила и я вижу, как жизнь у других людей меняет. Это действительно может быть очень полезным и таким приятным, реальным инструментом для вас, чтобы по-другому себя ощутить и что-то новое принести в свою жизнь. Вот, так что спасибо всем, кто был. Всем, кто еще не подписан на меня, подписывайтесь на Инстаграм. Всем, кто еще не был на страничке курса. Проходите на страничку курса, ознакомливайтесь с программой, чтобы быть вообще в курсе, какие есть возможности. Пользуйтесь ссылочками в описании и до новых встреч. Если есть какие-то вопросы, ну, буду рада ответить вам уже потом в личном порядке. Так что всего хорошего и до новых встреч в эфире. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok